Преимущества и характеристики блокчейна PRISM. Знакомимся на канале Валентина Синема 2. Что такое блокчейн? Это бесконечная книга, в которую последовательно вносятся какие-либо записи. В блокчейн PRISM последовательно по дате и времени вносятся все совершенные транзакции со всех кошельков PRISM. Характеристики и основные функции блокчейна PRISM. Начнем поочередно с параметров и свойств. Блокчейн PRISM, PRISM Core или ноды и приложение для аккаунта с онлайн кошельком PRISM. В блокчейне PRISM прозрачная история транзакций, которая открыта всем пользователям. Децентрализованная генерация монет PRISM и упрощенная их добыча доступна для каждого владельца монет на кошельке, независимо от социального положения и интеллекта. Ни один и никакой кошелек в блокчейне PRISM заблокировать невозможно. Кросс-платформенность ПО, работающая из коробки. Не требуется покупка дорогих видеокарт для бесполезного сжигания электричества. Это зеленый пост парамайнинг. Нет очередей по выборочным транзакциям. Все записи передаются сразу по времени и создание по всей сети со всеми нодами. Возможность подключиться к вашей ноде удаленно с любого вашего ПК по вашему IP-адресу. Скорость транзакции в среднем 1 минута в любую точку мира с минимальной комиссией в монетах PRISM. Достижение необратимости транзакций за 10 минут, потребляя минимум ресурсов. Блок формируется за 60 секунд. В своем текущем состоянии сеть может обрабатывать 367 200 транзакций в день. Это почти в 9 раз больше, чем в биткоине. При необходимости ресурс блокчейна позволяет увеличить количество транзакций в блоке за то же время. Каждое действие, получение монет на кошелек или их отправка с него, любого участника, можно считать транзакцией, то есть записью о его действиях и представлено максимум 160 байтами в блоке. Транзакции группируются в блоке для синхронизации этой группы на множестве компьютеров с максимальным размером блока 32 килобайта. Каждый блок содержит до 255 транзакций. Все они представляются хейдером в 192 байта. Вес базы данных в блокчейне PRISM на момент создания ролика около 42,8 гигабайт. А вот чтобы сейчас скачать блокчейн биткоина, вам на жестком диске нужно иметь не менее 500 гигабайт. И этого места на жестком диске вам хватит примерно только на год. Да и без знаний ПК самостоятельно вы не установите биткоин-кор на свой ПК, а скачать блокчейн PRISM сможет каждый, даже школьник. PRISM используется везде, где есть доступ в интернет, взаимодействие между узлами по протоколу HTTP. Посмотреть сколько весит нода на Windows папка здесь, на Linux папка вот здесь. Вывод. PRISM это криптовалюта, которая имеет одноранговую сеть с собственно личным блокчейном на алгоритме Proof of Stake. В основе блокчейна PRISM заложена генерация криптовалюты PRISM нового поколения с уникальной технологией POS плюс пара майнинг. Узлом сети PRISM является любое устройство, которое вносит транзакцию или данные блока в сеть. 100% анонимность, 100% безопасность. Что такое одноранговая сеть? Сеть PIR2PIR или P2P это организованное взаимодействие, в котором множество разных компьютеров взаимодействуют одинаково. Другими словами, в одноранговой сети нет центрального сервера, а используется децентрализованная модель связи. Различные компьютеры, подключенные к системе P2P, часто называют узлами. Одноранговый сервер позволяет пользоваться, обмениваться данными или переводить средства, не полагаясь на центральные серверы. Ресурсы, существующие в одноранговой сети, распределяются между одними или несколькими клиентскими процессами, управляемыми локально. Чтобы иметь возможность загружать файлы или что-либо еще в сети P2P, вы должны сначала загрузить программное обеспечение. Это программное обеспечение создает виртуальную сеть, состоящую из других компьютеров с аналогичным программным обеспечением. Сеть P2P позволяет пользователям торговать и продавать криптомонету без каких-либо третьих лиц. PRISM основан на блокчейне, который гарантирует, что цифровая валюта функционирует как распределенная база данных. Эта база данных распределена между узлами в одноранговой сети. В блокчейне все транзакции будут регистрироваться в блоках, которые создаются через регулярные промежутки времени. Основная причина, по которой разработчики криптовалют используют сети P2P, заключается в том, что им нужна децентрализованная система. И чтобы никакая третья страна не имела централизованной власти над обменом файлами или транзакциями. Еще одна причина P2P сети заключается в том, что эти сети хорошо масштабируются. Добавлять новые узлы легко, так как вам не нужно настраивать ключи на каком-либо центральном сервере. Сеть также трудно ликвидировать. Если один узел исчезнет, другие узлы продолжат общаться и работать. Чтобы сеть исчезла, должны быть удалены все до единого узла. Все до единой ноды. А в сети PRISM на сегодня около 3300 статических и около 5000 динамических нод. Поэтому сеть PRISM на данный момент уничтожить уже практически невозможно. Заходим на официальный сайт PRISM. Нажимаем на глобус, выбираем язык. И нажимаем вот здесь на значок. Мастер ноды онлайн. Нажимаем карта узлов. Выходит карта, где мы можем увидеть только статические ноды. Ну и естественно в России 1171 мастер ноды. В Германии 136. Во Франции 9. В Канаде 3. В Штатах 8. Есть в Аргентине, в Южной Африке, в Индонезии, в Индии, в Китае, в Иране. И даже в Йемене. Переходим на главную страницу и видим, что PRISM здесь в первой двадцатке. Анонимность и деперсонализация. Есть два способа войти в свой кошелек. Введите идентификатор вашего кошелька. Это адрес вашего кошелька. Это позволяет просматривать текущие балансы и транзакции без размещения секретного ключа даже в памяти браузера. Введите мнемоническую фразу. Это позволит вам расшифровать содержимое транзакций и сделать исходящую транзакцию на другой кошелек. При создании, например, кошелька на сервисе blockchain.com.wallet обязательно нужно подтвердить не только свою личность и электронную почту, но и регион проживания. О какой анонимности может идти речь в этом случае, если на пустом месте уже есть посредник? Это создатель этого сервиса, который запрашивает ваши личные данные. Тут нет стопроцентной гарантии, что в один прекрасный момент создатель этого сервиса не заблокирует вам вход в ваш аккаунт или не запретит вам вывод монет с него. А при создании Prism Wallet, учитывая, что мнемоническая фраза, то есть секретный ключ, не передается через интернет, единственная информация, которую раскрывает пользователь, это идентификатор кошелька, то есть адрес кошелька. Никакой другой информации, нарушающей анонимность кошелька, не требуется. Не запрашивается ни верификация паспортных данных, ни KYC, не нужна двухфакторная аутентификация, ни отпечатки пальца для входа в кошелек. Поэтому и нет связи между кошельком пользователя Prism, его телефоном и его электронной почтой, и даже именем. Этот подход также обеспечивает стопроцентную защиту от атаки человек посередине, или, как это называют, нет посредника и нет доверительного управления вашими монетами. Вы своими монетами управляете сами, и никто не может вам запретить отправлять ваши монеты с вашего кошелька в любое для вас удобное время туда, куда вам нужно. На бирже, в обменнике, клиентам, совершать P2P-сделки. Анонимность гарантируется отсутствием личных данных. Рейтинг анонимности 10 из 10. Децентрализация и контроль. Когда каждый пользователь анонимен и содержит свои приватные ключи, у себя невозможно осуществлять контроль над пользователями и централизовать просто нечего. Впрочем, IP-адреса посетителей можно отследить так же, как и на любом другом сервисе. Однако, успех попытки связать IP с конкретным кошельком крайне маловероятен. Оценка децентрализации 9 из 10. Смотрите на моем канале видеоролик «Рейтинг криптомонеты PRISM по ВКАЗ и технический анализ PRISM на коды КОНДА». Безопасность. Безопасность в PRISM признана как удовлетворяющая высшую степень защиты криптоиндустрии на мировом уровне. Криптографические технологии, используемые wallet.pRISM.space, обмен ключами протокол Диффи Хеллмана на эллиптических кривых, хорошо зарекомендовавший себя и безопасный протокол. Симметричное шифрование AES-256-GSM. Используется военными для передачи секретных данных класса «Совершенно секретно». Хэширование SHA-256. Вспомогательные технологии. Код Рида Соломона. Используется для удобного представления идентификатора кошелька и исправления ошибок пользователя при его вводе. Безопасность гарантируется подходом к работе с кошельком. Онлайн-кошелек работает как автономный клиент, используя сервер только как источник информации и способ передачи транзакций. Используется поистине выдающийся метод создания мнемонических фраз. Безопасность обеспечивается тем, что кошелек представляет собой всего лишь набор функций криптографического шифрования и хэширования, достаточный для совершения любых действий, связанных с секретным ключом непосредственно в браузере пользователя, без передачи конфиденциальной информации. Мнемоническая фраза состоит из нескольких слов и создает пару ключей. Зашифрованный приват и открытый публик. Это как две части одного целого. Одним зашифровываем, другим расшифровываем. Из публичного ключа создается ID аккаунта и адрес аккаунта. Все манипуляции с генерацией парольной фразы нужны только для того, чтобы осложнить задачу тому, кто пытается подбирать эти фразы, например, с использованием искусственного интеллекта. Необработанная транзакция подписывается секретным ключом в браузере и на сервер отправляется только необработанная транзакция с готовой подписью. Зашифрованные данные внутри транзакции поступают с сервера, а расшифровываются в браузере ключом пользователя. Секретный ключ удаляется из памяти при закрытии вкладки Sprysm Online Wallet. Секретный ключ не хранится на сервере и никогда не отправляется на сервер. Новые секретные ключи создаются по сложному алгоритму, в котором участвуют три объекта – браузер, пользователь и серверный аппаратный генератор случайных чисел. Подробности о создании мнемонической фразы. Новая мнемоническая фраза для нового кошелька создается в несколько этапов. Браузер генерирует набор случайных чисел с помощью безопасного генератора. Сервер генерирует второй набор случайных чисел с помощью аппаратного генератора Intel RDRand и отправляет его в браузер. Браузер объединяет оба набора чисел и создает базовую мнемоническую фразу из 17 слов. PRISM плюс 16 случайных. Пользователь добавляет свои дополнительные 16 символов в мнемоническую фразу. Новый кошелек с новой фразой готов. Такой подход дает невозможным воспроизведение злоумышленникам алгоритма генерации идентичных фраз-паролей, поскольку для этого необходимо воспользоваться состоянием трех систем – аппаратного генератора чисел, компьютера пользователя и мозга пользователя. Если с компьютером еще более-менее понятно, то мозг хакера и аппаратный генератор ждут фантастические проблемы. Более детальную информацию о аудите и экспертизе PRISM на предмет безопасности от коды KONDA и RTM Technologies размещена на офсайте. Ссылка на офсайт будет размещена под этим видео в описании. Вывод. Рейтинг безопасности 10 из 10. Криптовалютный кошелек PRISM Online Wallet избавился от всех недостатков горячих кошельков и стал лучшим веб-кошельком на рынке криптовалют. Proof of Stake Главное отличие между Proof of Stake и Proof of Work. Proof of Stake означает доказательство доли. Proof of Work означает доказательство работы. Proof of Stake – POS, самый популярный алгоритм консенсуса в блокчейне, на основе которого уже построены некоторые криптовалюты, блокчейн-платформы и биржи на блокчейне. Популярность POS обусловлена отсутствием необходимости покупать дорогое оборудование для майнинга и возможностью легкого пассивного заработка через стейкинг криптовалют. Преимущество Proof of Stake перед другими популярными алгоритмами, как Proof of Work, является малое потребление энергии для генерации блоков и обеспечения безопасности блокчейна. Согласно изначальной концепции, Proof of Stake право на управление блокчейном предоставляется всем его участникам в соответствии с долей монет, которыми они владеют. Механизм POS – это шанс сформировать очередной блок всем пользователям, имеющим в официальном кошельке не менее 1000 монет, в течение последних 1440 блоков. При этом каждый кошелек фактически является полным узлом, нодой и хранит, соответственно, копию блокчейна. Такой кошелек может быть запущен как на высокопроизводительном сервере, так и на ноутбуке, микрокомпьютере и даже в облачном сервисе. Чем больше монет в кошельке, тем больше вероятность, что он получит право сформировать новый блок. Пользователю достанутся все комиссии за транзакции, попавшие в данный блок. В идеальном случае кошелек, который владеет 1% монет, будет формировать 1% всех новых блоков. Процесс создания блоков в посткриптовалютах получил название «форжинг», то есть «ковка». Процесс удержания криптовалюты в кошельке для получения вознаграждения за участие в обеспечении безопасности сети называется «стейкинг». Сегодня в посткриптовалютах отправка монет в стейкинг подразумевает их блокирование в специальном смарт-контракте с невозможностью перемещения в течение определенного времени от нескольких часов до нескольких недель или месяцев. Ноу-хау в криптомонете PRISM заключается в том, что ковка монет доступна даже в онлайн-кошельке без установки ноды на свой ПК, а стейкинг усовершенствовали и переименовали в холд-статус. Самым большим преимуществом холд-статуса является то, что вам не нужно заключать смарт-контракт с блокировкой монет, тем более на строго определенный срок, потому что ваши монеты находятся на вашем личном кошельке, от которого парольная фраза «Только у вас», и вам никто не может запретить вывести монеты при необходимости с вашего кошелька, даже с кошелька, находящегося в холд-статусе. Вы в любой момент можете перевести любое количество монет, когда угодно и куда угодно. Но держать монеты PRISM в холд-периоде очень выгодно. Это дает возможность уменьшить паратакс и получать пассивный доход в монетах от 50% в год и более. Но об этом подробнее смотрите далее в видео в разделе «Преимущества холд-периода над стейкингом». Согласно Proof of Work, операторы нот в децентрализованной сети майнеры в режиме свободной конкуренции решают ресурсоемкие математические задачи, то есть поиск хэша блока методом подбора. В случае успеха победивший майнер или пул получает возможность добавить найденный блок, а взамен получает награду – новые биткоины. Уже спустя пару лет после запуска биткоина стало понятно, что принцип работы Proof of Work приводит к постоянному росту майнинговой мощности, следовательно, и затрат на электроэнергию. Кроме того, из-за необходимости использования мощности оборудования снижалась и доступность майнинга. 11 июля 2011 года на популярном тогда форуме о криптовалютах Bitcoin Talk была предложена идея альтернативного механизма консенсуса для биткоина, который получил название Proof of Stake или доказательство доли владения. Уже тогда многие понимали, что запас майнингом – будущее. А на сегодняшний момент, когда энергетический кризис затронул практически все страны в мире, переход на POS – это действительно неизбежный выход из сложившейся ситуации в криптовалютной индустрии. Вот и Виталий Бутерин задумался над тем, как перевести свой эфириум на алгоритм POS. Долгие годы он работал над этим воплощением. И только в этом году, в середине сентября, ему все-таки удалось запустить этот механизм в эфириуме. Но переход эфириума на Proof of Stake не прошел гладко. Проблемы, конечно, возникли. А вот первый блокчейн криптовалюты PRISM был запущен 1 февраля 2017 года. И в связи с техническим обновлением блокчейн был перезапущен 27 июля 2018 года. Соответственно, все события в монете считаются от старта эпохи PRISM от нулевого блока, который был создан 27 июля 2018 года в 18 часов 18 минут. PRISM построенный на алгоритме консенсуса Proof of Stake на языке Java и на основе ядра Next. Блокчейн монеты PRISM работает безукоризненно на протяжении всего времени. Прежде чем скачать PRISM Core, убедитесь, что у вас стоит версия Java Windows 8 U 221.rar. Эту версию можно скачать с официального сайта Java или с общего каталога полезных данных о PRISM. Ссылку вы сейчас видите на экране, также она будет в описании под роликом. На другой версии нода не запустится. По поводу Java, мы так и остаемся на восьмерке? Конечно, потому что это единственное бесплатное и то, что никогда больше уже трогать не буду. Вывод. Для генерации новых монет на алгоритме Proof of Stake нет надобности создавать пулы. Каждый может генерировать монеты на своем устройстве без лишних затрат при наличии любого ПК и интернета. PRISM монеты на вашем кошельке генерируются даже тогда, когда все ваши ПК отключены и даже тогда, когда интернет не подключен. Потому как генератор парамайнинга привязан не к интернету, а к мировому времени. Монеты чеканятся круглые сутки, даже тогда, когда вы спите. А холд статус – это добровольное удержание монет PRISM на своем личном кошельке на любой и даже на длительный срок без обязательств и без доверительного управления. Потому как личные кошельки в PRISM невозможно заблокировать даже на время. Лично я считаю, что получать вознаграждение за владение долями для поддержания безопасности сети намного справедливее. Нода PRISM Нода – это скачанный PRISM Core на ваш личный компьютер. Вся книга с блокчейн PRISM, в которой записаны все операции в системе PRISM, входящие и исходящие транзакции со всех кошельков с самого его начала, с 2017 года. Нода PRISM Core в переводе с английского – сердце, ядро, центр. Это официальное программное обеспечение от разработчиков PRISM. Большинство нод в других криптовалютах стоят денег и немалых, а ноду PRISM можно скачать абсолютно бесплатно для любой операционной системы на Windows, Linux и MacOS. С веб-сервиса GitHub ссылку вы видите на экране, а также она будет под роликом в описании. Также с GitHub можно скачать и установить свежий слепок базы данных, и тогда вы сможете в разы ускорить синхронизацию вашей ноды с актуальной высотой блока данных. Нода легко устанавливается, работает из коробки, многоязычный, понятный, простой и приятный интерфейс и ничего лишнего. Работает как на статическом, так и на динамическом IP. Запустить можно в любом месте, где есть интернет. Есть возможность добавления новых функций в мод по желанию. 100% безопасность, так как нода не хранит и не передает в сеть никаких личных данных пользователя, приватных паролей, ключей и т.д. При скачивании не запрашивает ни ваше FIO, ни телефон, ни электронную почту. Не требуется больших затрат электроэнергии, видеокарт и т.д. в сравнении с биткоином или эфириумом. Может работать на стационарном компьютере, ноутбуке или мини-ПК. Нода – это узел. Это компьютер с запущенным на нем призм-коры. Один из узлов сети, которую образуют компьютеры с таким же программным обеспечением. Нода – это ваш личный сетевой узел. На вашу ноду, к вашему узлу, можно привязать по стандартным настройкам 100 кошельков. Но при необходимости эти стандарты можно расширить. Все эти ваши онлайн кошельки, привязанные к одной ноде, на которых баланс более 1000 монет, вы можете подключить к форжингу. Только что подключенный онлайн кошелек к форжингу получает право начать форжить только через 1440 блоков, т.е. через сутки. Эти блоки могут быть даже пустыми. Количество и наличие транзакций в них не имеет значения в этом плане. После запуска на вашем компьютере призм-коры начинает взаимодействие с множеством подобных узлов пиров. Запрашивает в каждом пире данные каждого блока, проверяет каждую транзакцию в них, выстраивая свою цепочку блокчейн. У себя на компьютере при помощи записей в локальную базу данных. На данный момент к моей ноде подключено 27 пиров из 29. Иногда бывает подключено до 65 пиров. У каждого хозяина ноды локально хранится своя база данных. Эта база во всех нодах с одинаковой информацией. Поэтому подделать запись, изменить ее или удалить у себя в компе вы не сможете, так как другие ноды отвергнут вашу невалидную запись. Каждая запись защищена криптографически, но является открытой, так как известны открытые ключи, они являются частью этих записей. А изменения вносят пользователи при помощи закрытых ключей, которые известны только их владельцам и хранятся у каждого лично на их флешках и текстовых документах. Закрытые ключи еще называют приватными ключами, то есть парольной фразой или кодом Соломона, или мнемонической фразой. У каждого пользователя ноды должны быть приватные ключи от всех-всех его кошельков. Сколько кошельков, столько и парольных фраз. Не имея приватного ключа от онлайн-кошелька, вы не получите возможность форжить этим кошельком и не сможете совершить исходящие транзакции с этого кошелька. Отправка исходящих транзакций именно из вашей ноды дает вам возможность безопасно отправлять монеты, даже когда заблокированы онлайн-аккаунты из приложения PrismBallet во время DDoS-атак. Нода может не находиться на конкретном IP-адресе, но чтобы пользоваться личной нодой удаленно, необходимо знать, по какому IP-адресу эта ваша нода расположена на данный момент. Вы ноду поставите на свой компьютер, присвоите ему IP-адрес, который у вас есть дома и так, но с телефона сможете удаленно заходить. Вы сможете ввести доменное имя, только вместо вас Core PrismBallet будет находиться ваш IP-адрес дома. Допустим, 168.92.16.5 и порт 2.99.76. И войдя, соответственно, в ваш кошелек, вы увидите в кошельке все значения. Это ваш баланс, ваш холдинг. А не обязательно вам с собой тягать ноутбук везде. Нет, вы сможете подписать транзакцию прямо с вашего телефона, если, например, вы не хотите пользоваться каким-то причинам wallet.prism.space или wallet.prism.vip, потому что нода – это самое надежное, она хренется только у вас, и в этом является вся крутизна данной монеты. Нам не нужно использовать разные кастодиальные сервисы типа MetaMask, Trezor, Ledger, SafePelo или TrustWallet. У нас база данных в нашем компе, мы можем к ней подключиться хоть с телефона, и мы доверяем только себе. Вот это я понимаю именно крутость крипты. Заходим на GitHub и нажимаем на две ссылки. Номер 5 или номер 6. И на обозреватель блокчейна Prism номер 9. Заходим в свою ноду и видим баланс 226 498 монет и структурный баланс 39 236 953 монеты Prism. На парамайнинге крутится таймер и уже нагенерировал 40 монет после последнего пойманного блока этим кошельком. Теперь откроем вкладку онлайн кошелька, чтобы сравнить баланс этого кошелька и его парамайнинг с балансом и парамайнингом в ноде. Заодно убедимся в том, что транзакции, созданные в ноде, за 20 сентября зеркально отображаются и в кошельке, и в обозревателе блокчейна. Ведь этот обозреватель для просмотра информации доступен абсолютно всем, даже тем, у кого нет ни ноды, ни кошелька. Для этого копируем адрес кошелька с ноды, нажимаем в приложении Prism Wallet на зеленую кнопку войти, вставляем сюда скопированный адрес, попадаем в аккаунт онлайн кошелька, видим, что баланс и в онлайн кошельке, и в ноде идентичен. На балансе парамайнинга также 40 монет. И также мы наблюдаем, что работает таймер генерации монет. Последняя транзакция в этом кошельке 20 сентября. В этот момент на баланс этого кошелька зачислено 22,86 монет Prism с парамайнинга и вознаграждение за форжинг 7,66 монет Prism за пойманный блок. Произошел, так сказать, реинвест. И по законам сложного процента, теперь парамайнинг будет генерировать монеты уже с нового увеличенного баланса. Но от форжинга транзакция отображается только в ноде в разделе «Мои транзакции». В ноде очень понятный функционал. Видно в реальном времени время, которое обязательно нужно синхронизировать с временем на вашем компьютере. Вот тут адрес вашего привязанного кошелька, баланс аккаунта и парамайнинга со счетчиком, благодаря которому можно наблюдать, как генерируются новые монеты. В ноде вы легко и безопасно можете переключаться между своими кошельками. Для этого в правом верхнем углу нужно нажать на выход и в открывшееся окошко вставить адрес следующего вашего онлайн кошелька и нажать на кнопку «Запомнить». Далее. Структурный баланс – это количество монет под вашим кошельком до 88 уровня. Именно в ноде, пока только на Windows, можно посмотреть свою структуру в графическом 3D изображении Discovery. Вывод. Prism – онлайн кошелек, приложение, в котором можно открыть ваш аккаунт с онлайн кошельком, о котором подробнее далее в ролике. Это тот же сервис, и он также, как и все в этом централизованном интернете, подвержен блокировке и ограничении к доступу. В момент дидоса сам сервис может просто не соединиться с нодой, соответственно получить или отправить данные не получится, или просто быть отключенным в ручном режиме в этот момент. И только собственный узел нода, развернутая на собственном компьютере, может обеспечить безопасный децентрализованный доступ к вашим монетам в такие моменты. Также, благодаря форжингу, вы получаете дополнительную прибыль в монетах за поддержание безопасности сети. Чем больше нод в сети, тем выше безопасность самой сети. Именно поэтому важно скачивать ноду и совершать транзакции непосредственно в самой ноде. На моем канале есть ролик, как скачать ноду на Windows и привязать к ней свой онлайн кошелек. Подробнее о парамайнинге и форжинге смотрите далее в этом ролике. Discovery 3D в PRISM Discovery PRISM это уникальная и в единственном экземпляре разработка в 3D графическое изображение в ноде PRISM. Ее специально разработали для криптомонеты PRISM ведущие мультипликаторы студии Disney. Повторить и применить такое не каждому по карману. Такого звездного неба пока еще нет ни в одной ноде, ни для какой криптомонеты. В Discovery PRISM соединились новейшие технологии и искусство. Нажимаем в ноде на кнопку Discovery и на кнопку запустить. Внизу видим баланс этого кошелька 107 тысяч. И рядом структурный баланс более 39 миллионов. Каждая звездочка на этом небе это кошелек со своим балансом. Вот из этих всех звездочек с их балансами и состоит структурный баланс этого кошелька до 88 уровня. Нажимая на эти звездочки можно просмотреть от какого кошелька строится новая ветка. Под каждым кошельком свое расположение этих звездочек и свой структурный баланс. Для сравнения зайдем в другой кошелек. Вот под этим кошельком структура строится с балансом более 100 тысяч монет. Я буду сейчас подводить мышку к каждому кошельку и вы можете в этом убедиться. На этом кошельке 109 тысяч, на этом 109-103, здесь 108, здесь 100, следующее 100 и опять 100, 100, 113. И вот как выстраивается эта структура до 88 уровня. Ну, здесь тоже 101, здесь 100, здесь 102, 101, 100. Вывод. Благодаря Discovery мы еще раз убедились, что в блокчейне PRISM можно увидеть все публичные данные любого кошелька и их балансы с их структурами и структурными балансами. Но мы никогда не увидим и никогда не узнаем, кому принадлежат эти кошельки. 100% анонимность подтверждается как в блокчейне, так и в ноде и в онлайн-валет PRISM. Genesis. Genesis означает происхождение, история зарождения. Нажимаем в правом верхнем углу на выход из ноды. В открывшееся окно вставляем вот сюда адрес кошелька Genesis. Этот адрес я также укажу в описании. Нажимаем на стрелочку «Войти». И теперь в ноде вверху отображается уже адрес кошелька Genesis. Genesis – это первый кошелек в цепочке блоков в PRISM. Genesis генерирует антимонеты по сигналам парамайнинга. Сигнал отправить монеты на определенный кошелек до предела 6 миллиардов монет PRISM. И поэтому в нем отображается отрицательный баланс. Можно сказать, что это история о родившихся уже монетах на данный момент времени, так как в Генезисе, как в зеркале, отображается то количество монет, которое уже находится на всех кошельках всех пользователей во всей сети блокчейна PRISM. В 2017 году разработчиками PRISM было заявлено, что в блокчейн PRISM заложен механизм справедливого голосования для увеличения эмиссии, если это понадобится при ее нехватке как для платежного средства. Механизм голосования запустится во всех нодах сразу после получения на Генезис полной отрицательной эмиссии в 6 миллиардов. Для этого в каждой ноде выйдет табличка о голосовании – увеличение эмиссии с кнопками «Да» или «Нет». Если голосующие наберут менее 50% голосов, то эта табличка выйдет еще раз и будет выходить через каждые несколько лет до тех пор, пока не возникнет необходимость увеличить эмиссию для большинства. Если проголосовавших будет более 50%, то выйдет табличка для голосования с разным количеством новой эмиссии, в которой будет максимальная эмиссия опять на 6 миллиардов. После голосования в Генезисе запустится новая генерация монет с такой эмиссией, за которую проголосует большинство форжеров в своих нодах. Поэтому договариваться форжером между собой в принципе в этом случае не нужно. Все будет проходить в автоматическом режиме. Например, перед тем, как сделать исходящую транзакцию из ноды, каждому форжеру нужно будет сначала нажать на кнопку «Проголосовать» за тот баланс, который он считает необходимым. Именно поэтому голосование в блокчейне призм разработчики назвали самым справедливым голосованием, так как подделать запись или изменить ее в блокчейне невозможно. Была же какая-то информация, что изначально заложено было в ноду по голосованию эмиссии? Ну это голосование эмиссии. Там есть место в Генезисе, куда этот патч просто подсовывает. Оно меняет цифру. Ну то есть, грубо говоря, итогом этого голосования становится изменение финальной эмиссии. Вот этой цифры в Энжине, и он тогда после этого начинает опять внимание. Откроем дополнительно вкладку на обозреватель блокчейна. Если сравнить данные Генезиса в ноде и в обозревателе, то мы видим существенную разницу на балансе. Для того, чтобы убрать какие-либо сомнения по поводу некорректного отображения баланса в кошельке Генезиса, в ноде и в обозревателе нажимаем на адрес кошелька Генезиса в ноде в левом верхнем углу. Выходит табличка детали сделки. В этом окошке отображается баланс и доступный баланс. Баланс – это подтвержденный баланс Генезиса, который показывает реальное количество созданных монет. Доступный баланс – это неподтвержденный баланс. Он включает в себя все подтвержденные и неподтвержденные транзакции. Этот доступный баланс и отображается на вкладке «Обзор в ноде». Баланс, естественно, соответствует балансу в обозревателе. У каждой ноды этот баланс может отличаться. Этот параметр в самом деле не влияет на текущую эмиссию. Хотите знать количество созданных монет в системе? Смотрите значение баланс. Неподтвержденный баланс обычно совпадает с подтвержденным для обычного аккаунта, за исключением адреса в кошельке Генезиса. Отличаются эти балансы на короткий промежуток времени. С момента совершения исходящей транзакции и до попадания ее в блок, таким образом, пользователь видит изменение баланса своего аккаунта сразу после совершения транзакции, не дожидаясь попадания ее в ближайший сфорженный блок. Многие задают вопрос, а почему структурный баланс в Генезисе меньше, чем на балансе? Ответ простой. Под кошельком Генезиса, так же, как и под многими кошельками, выстроена структура, во много раз превышающая 88 уровней. Но под кошельком в Генезисе, так же, как и под любым кошельком, учитывается структурный баланс только до 88 уровня. Вывод. Технология в призм действительно уникальная. В ней задействовано несколько очень важных инструментов. Генерация новых монет в кошельках с эмиссией до 6 миллиардов. Зеркальное отображение в антимонетах в кошельке Генезис от сгенерированной уже эмиссии во всех существующих кошельках. Разделение майнинга на две составляющие. Майнинг, то есть парамайнинг, плюс форжер. Холд статус для снижения паратак. Система голосования в ноде среди форжеров. Механизм, сдерживающий инфляцию монеты под названием паратакс. Возможность увеличить эмиссию новых монет для увеличения клиентской базы. И механизм, сдерживающий инфляцию. Два последних механизма обеспечивают возможность использовать монету призм долгие десятилетия, регулируя перенасыщенность рынка. На сегодня призм пока единственная в своем роде и пока неповторимая. Серьезных конкурентов еще нет. За 5,5 лет многие айтишники пытались создать похожую технологию со своими монетами. Но их попытки с применением технологии парамайнинг, плюс форжер пока что не увенчались успехом. Потому как большинство этих технологий при создании кошельков для генерации монет применяют в использовании двухфакторную аутентификацию или электронную почту. И это полностью лишает их монету 100% анонимности. Потому как эти два посредника привязаны к номеру телефона, то есть к вашим личным данным. А также для быстрого привлечения масс и дополнительного дохода от реферальных. Они используют реферальную ссылку, что является явным признаком пирамиды. Некоторые создатели блокчейнов не листят свои монеты на независимых биржах, а создают для своих монет только собственную биржу. Это означает, что монета будет крутиться только внутри сообщества этой монеты. А если эти биржи еще и не зарегистрированы на CoinMarketCap, то эти технологии с их монетами обречены на провал. Призм нет реферальной ссылки. Нет реферальных вознаграждений от вами приглашенных. Вы покупаете монеты только на независимых биржах или в обменниках. И там же их и продаете. И именно поэтому все ссылки на все ресурсы, а также ссылка для создания кошелька находятся только на GitHub. Вот в этом видео под названием «Прежде чем делать отзыв о Призм, посмотри этот ролик». Я нарезками из разных источников постаралась доказать, что криптомонета Призм не хуже биткоин, имеет документацию, проверенную в разных независимых организациях и не является пирамидой. С технической точки зрения, все, что Призм заявляет, это возможно. Это есть или нет регистрация юридического лица с реальными учредителями внимания, несущими субсидиарную личную ответственность всем своим имуществом перед вкладчиками, в части, касающейся Призм, коллег. И я проверил это в том числе через налоговые органы и выписки соответствующие получил. Короче, эта организация зарегистрирована легально, зарегистрирована официально и в ПФР, и у налоговиков. То есть с этим все в порядке, коллеги, с этим реально все в порядке. Наличие или отсутствие разрешительной документации по 259-му закону или любому другому закону у Призмы это тоже есть. Вот что самое интересное. Моя проверка на предмет соответствия пирамиде, а эти критерии все выпущены Центральным банком, и Призм не является, коллеги, пирамидой. Это я вам совершенно точно говорю. Мое мнение, моя оценка, юридическая оценка, Призм пирамидой не является. Это вот моя оценка. Ни по каким критериям Призм под пирамиду не подходит, коллег. Это я вам гарантирую. GitHub. Ссылка на GitHub. GitHub – это крупнейший веб-сервис для хостинга, IT-проектов и их совместной разработки. Так как в Призм нет реферальной ссылки для приглашений, Именно поэтому на GitHub находятся все только официальные ссылки от разработчиков, которые ведут только на официальные ресурсы. На GitHub все ссылки защищены от мошенников. Поэтому скопируйте эту ссылку под роликом и сохраните ее в своих закладках в любом браузере. Как это сделать? Смотрите мой ролик «Как за 30 секунд создать папки и сохранять в них сотни закладок». На сегодня разработчики Призм выложили на GitHub пока только 13 ссылок, которые дают возможность воспользоваться этими ресурсами. Вот, но мы идем дальше, мы взяли субдомен Призвип и будем раскачивать его. А когда мы это все усовершенствуем настолько, что мы сами будем от этого кайфовать, то мы будем все выкладывать на GitHub. То есть в данном случае мы выложили только туда Валит Призвип, пока только с гибридником скоро будут там небольшие красивые доработки. Вывод. Благодаря тому, что все ссылки от разработчиков находятся в одном месте и на защищенном веб-сервисе, и вам не предлагают создать кошелек по чьим-то реферальным ссылкам, вы можете быть уверены в надежной их защите от мошенников. Не переходите по ссылкам, которые скидывают в чатах или вам в личку. Вы можете нарваться на мошенников и перейти на их зеркальный сайт, поймать вирус на свой ПК и лишиться своих средств. Отсутствие реферальной ссылки – это очень большой плюс, который способствует убрать конкуренцию между держателями монет внутри сообщества. Всем желающим создать кошелек Призм отправляют одну единственную для всех ссылку, которая ведет на GitHub и одну единственную ссылку на офсайт Призм. Ссылку на офсайт вы видите на экране, и она также будет под роликом. Заложите эту ссылку также к себе в закладке. Именно на офсайте находится вся достоверная и нужная информация и все ссылки для перехода. В офт-чат Telegram и в соцсети, на офт-канал в YouTube и другие ресурсы типа CoinMarketCap, MasterNodaOnline, на которых также есть ссылки на независимые биржи для обмена криптовалютой Призм. В любом браузере можно набрать в поисковике призм.space. И вот вам вышли ссылки, но лучше всего нажать ссылку на GitHub. Понятие «кошелек» Призм. Любое устройство с любым программным обеспечением, будь то нода или созданное в приложении аккаунт Призм Валет и Призм Валет мобили, для отправки монет можно считать кошельком, так как они позволяют формировать новую информацию, используя закрытый ключ пользователя и доставлять эту информацию до любого узла сети. В любом кошельке прописывается полная отчетность о ваших действиях согласно дате и времени. Время перевода монет от 60 до 80 секунд. Транзакции считаются безопасными после подтверждения первых 10 блоков приблизительно до 14 минут. Минимальная комиссия за транзакцию только на вывод с кошелька. Если вы переводите до 2000 монет Призм, комиссия всего 0,5% от баланса перевода. Если вы переводите более 2000 монет, то комиссия фиксированная всего 10 монет Призм, хоть за миллион монет и более. Из вышесказанного мы понимаем, что загружая установочный файл кошелька для вашей операционной системы ноду, вам нужно установить на него программное обеспечение Призм Валет. Это два в одном. Это самый безопасный способ управлять своими монетами с вашего персонального компьютера. Нужно понимать, что просто нода без Призм Валет – это всего лишь операционная система. Это ваш личный банк пока еще без монет на вашем личном ПК. А для того, чтобы получать полноценный и безопасный кошелек, вам нужно создать онлайн Призм Валет, получить при его создании парольную фразу, пополнить его монетами и установить его на ваш личный банк в ноду. Также этим онлайн кошельком можно пользоваться в приложении Призм Валет Мобили. При запуске ноды вставляете адрес кошелька в эту строчку. И тогда нода при каждом запуске будет открываться по умолчанию по адресу этого кошелька. Можно сначала запустить ноду, выйти из нее и вставить адрес кошелька вот в это окошко. Чтобы кошелек сохранился в списке, поставьте галочку. Чтобы выбрать нужный аккаунт, нажмите на треугольник. Чтобы создать новый кошелек, нажмите на строчку или на человечка. По сути, созданная вами парольная фраза в онлайн кошельке Призм Валет дает вам возможность отправлять монеты как с адреса вашего аккаунта Призм Валет или Призм Валет Мобили, так и с ноды. Если у вас нет подходящего ПК для скачивания ноды, то вы вполне можете пользоваться только онлайн кошельком Призм Валет или Призм Валет Мобили. Призм Валет – это приложение, в котором вы можете создать несколько аккаунтов, то есть несколько онлайн кошельков с зашифрованной базой данных блокчейна Призм. Основой является база данных блокчейна, куда все пишется и откуда все читается. У каждого узла своя база данных в разделе «Мои транзакции», а информация в ноде идентична базе данных блокчейна в разделе «Блокчейн». Поэтому информация во всех нодах одинаковая, изменить или удалить ее уже невозможно. Если какие-то ноды по каким-то причинам не были в сети какое-то время, ну, например, отсутствовал интернет, то при запуске ноды, пропущенная за этот период база данных, догружается в эти ноды автоматически. Вывод. Итак, мы разобрались, что онлайн кошелек Призм – это аккаунт, и что в него можно войти через приложение Призм Валет в любом браузере по двум ссылкам. А Призм Валет мобили – это мобильное приложение. И что, как любой сервис в интернете, они могут подвергаться блокировке во время DDoS-атаки. И что, установив этот аккаунт в ноду, вы можете в это время беспрепятственно совершать с него транзакции. А установив привязку ноды на мобильное устройство, вы можете беспрепятственно совершать транзакции с этого мобильного устройства через вашу ноду и не бояться никаких блокировок. Порог входа в кошелек. Рейтинг 10 из 10. Чтобы начать использовать Призм Онлайн Валет для управления личным кошельком, вам нужно понять всего три понятия. Мнемоническая фраза, пароль для вывода монет из вашего кошелька, закрытая информация. Открытый ключ – публичная информация, то есть доступна в открытом доступе. И третье – идентификатор кошелька, то есть адрес вашего кошелька – это публичная информация. Значения этих понятий близки и интуитивно понятны для обычного пользователя. Это самый низкий порог входа на рынки криптовалют на сегодняшний день. Интерфейс максимально минималистичный и консервативный, обеспечивающий доступ к необходимой информации, транзакциям, сообщениям и балансу. Не отвлекая глаз мишурой, отсутствие излишеств и роскоши позволяет обеспечить максимальную производительность кошелька. Функционал. Функционал у этого кошелька очень простой. Вход, регистрация, выход. Баланс, парамайнинг и справа вверху стрелочка «Вперед-назад» для просмотра последних транзакций на 10 страницах. Именно этот адрес кошелька устанавливаете в вашу ноду. Если ноды нет, то пользуемся этим кошельком без ноды. Ссылки для входа и создания онлайн-кошелька. Чтобы создать онлайн-кошелек призм или войти в него, нужно с GitHub перейти по ссылке номер 5 или номер 6. Обе ссылки ведут на создание аккаунта, который имеет самоподписываемый сертификат с защитой. В них не установлена Google Аналитика. Яндекс.Метрика есть, как и веб-визор, но сам кошелек подписывает все на вашей стороне, так как веб-визор ничего не передаст. То есть веб-визор по аналогии можно взять со снифингом, а снифить нечего, потому как в сеть ничего не уходит. Отличие между ссылками wallet.prizm.space и wallet.prizm.vip. Заходим в обозреватель блокчейна призм. Выбираем любой кошелек, например, вот этот. Баланс у него 105148 монет. Копируем этот адрес. Копировать. Переходим по ссылке wallet.prizm.space. Войти, вставляем этот адрес кошелька. Видим, что адрес прописался полностью. Войти, видим 105148 монет. Заходим по ссылке wallet.prizm.vip. Еще одно отличие кошелька призм.vip, то, что здесь можно выбрать ваш язык. Вставить, и мы видим, что здесь адрес кошелька или парольная фраза уже вставляется в зашифрованном виде. Войти. Теперь сравним баланс. Здесь 105148, а на парамайнинге 8824 монеты. Тут показывает баланс на парамайнинге, если ваш кошелек не находится в холде. А на wallet.prizm.vip здесь 105148, на балансе, а на парамайнинге 13237, на этом же кошельке. Потому что тут показывает баланс парамайнинга плюс холд, если кошелек действительно находится в холде. На этом примере я показала, что скорость парамайнинга в холде действительно быстрее. Какое еще отличие в этих двух кошельках? Нажимаем здесь на галочку, и мы видим в этом кошельке wallet.prizm.vip количество уже подтвержденных блоков. В кошельке wallet.prizm.space нажимаем на галочку. Здесь не отображается количество подтвержденных блоков. Также в приложении wallet.prizm.vip вы можете изменить настройки цвета. Нажимаем вот на этот значок, и у вас темный экран. Нажимаем еще раз, экран светлый. На днях разработчики добавили еще одну кнопку. Она называется детали кошелька. Нажимаем. Здесь мы можем просмотреть баланс кошелька. Структура 23 миллиона. Гибридный майнинг до дней в холд статусе 307. То есть только за эти сутки, за 307 день в холде этот кошелек добудет 259 монет 51 цент. Далее последний созданный блок и текущий блок в блокчейне. Неважно по какому приложению вы перейдете, чтобы создать личный кошелек. Важно, что войти вы по своему адресу или паролю сможете потом по любому приложению. Если вам нужно только просмотреть баланс на кошельке или свои действия в нем, то входить нужно по адресу вашего кошелька. А если вам нужно сделать исходящую транзакцию, то входить нужно сразу по парольной фразе. Если вы войдете по адресу и захотите сделать исходящую транзакцию, то при отправке монет система у вас запросит парольную фразу для подтверждения вашего действия. Поэтому никто не сможет вывести с вашего кошелька монеты без парольной фразы от этого кошелька. Даже если зайдет в него по вашему адресу. Вывод. Если вам нужно создать несколько аккаунтов, то система не даст вам создать одну одинаковую парольную фразу для всех аккаунтов. Так как для каждого аккаунта она уникальная и поэтому единственная и неповторимая. Только благодаря этой фразе вы сможете произвести изменения в кошельках и в ноде, совершить транзакцию и получить подтверждение от сети. И вам для этого потребуется только интернет. Хранить монеты в личном кошельке призм не менее надежнее, чем пользоваться сторонними аппаратными кошельками, такими как Ledger, Trezor, Trust Wallet или Metamask. А вот после того, как 6 октября 2022 года на РБК вышла статья о том, что Евросоюз утвердил новый пакет санкций, в котором запретил россиянам владеть криптокошельками на территории ЕС, запрет распространяется на любую сумму. Возможно, сейчас пойдут повальные заморозки или даже блокировки с конфискацией средств на криптокошельках на территории ЕС. Ведь у большинства криптокошельков есть хозяева, посредники, так сказать. А мы с вами понимаем уже, что если есть посредник, то монеты уже не ваши, ведь они принадлежат этим посредникам. Поэтому, чтобы не потерять свои монеты, хранить их на личном криптокошельке призм без посредников – это намного надежнее. Создаем онлайн-кошелек за одну минуту. Заходим на GitHub и нажимаем на ссылку номер 5 или номер 6. Переходим в приложение «Prizzm Wallet» или в «Prizzm Wallet VIP». Нажимаем на слово «Регистрация». В вышедшей табличке видим сгенерированную полуготовую фразу, в которую нужно добавить еще 16 латинских заглавных или маленьких символов. В любое место. В конце этой фразы или в начало, или в любые слова, куда вам больше нравится. Пробел тоже считается символом. Можете удалить всю вышедшую фразу полностью и вписывать любые символы с пробелами до тех пор, пока не выйдет табличка с готовой фразой. В готовой фразе всегда первым словом будет стоять слово «Prizzm». Вот эту фразу первым делом фотографируем или делаем скрин. Затем копируем, нажав вот на этот значок, и вставляем в подготовленный текстовый или Word документ. Теперь нажимаем «Войти в кошелек». При самом первом входе система запрашивает именно парольную фразу, чтобы по ней сгенерировать для этого кошелька открытый, то есть публичный ключ. Затем адрес вашего кошелька и ID аккаунта. Внимание! Теперь обязательно копируем вашу парольную фразу именно с того текстового документа, в который вы эту фразу только что вставили. Это очень важно, чтобы избежать впоследствии неприятных казусов. Вставляем эту фразу вот сюда, нажимаем «Войти», и вот вы уже в своем кошельке. На первый взгляд непонятный пустой бланк. В верхнем углу две строчки. Нолики перед буквами «Б» и «П». Первая буква «Б» означает ваш баланс, на котором пока нули. Вторая буква «П» обозначает парамайнинг, который включится автоматически и начнет генерировать новые монеты при балансе «Одна монета призм». В правом верхнем углу выход, а посередине ваш адрес кошелька. Нажимаем на этот адрес, выходят реквизиты вашего кошелька. Адрес и публичный ключ. Копируем все по очереди и вставляем в тот же документ. Дублируем все, что вы сюда внесли, два раза, а лучше три. Так как были случаи, когда по ошибке вместо копировать фразу нажимали «Вставить» и парольной фразы уже в документе нет. Теперь все эти данные переносим на флешку и удаляем с компьютера этот текстовый документ. Береженого, как говорится, Бог бережет. Не забываем, что флешка – это обычный носитель информации, который очень удобный, но имеет свой срок годности. Поэтому бумажный носитель намного надежнее. В ваших же интересах создать для своего кошелька и надежность, и удобство. Помните, что парольная фраза не восстанавливается, так как она хранится только на вашем бумажном носителе и вашей флешке и не привязана ни к браузеру, ни к телефону, ни к электронной почте. Потеряете фразу, потеряете возможность вывести монеты, даже если у вас установлена нода. Вы сможете наблюдать, как увеличивается ваш баланс, входя в свой аккаунт или ноду по адресу кошелька. Но монеты с него без парольной фразы вывести вы не сможете. Если вы не знаете или не владеете ключом приватного кошелька, у вас нет криптовалюты. Доступ к кошельку должен быть без посредников. Поздравляю вас! Вы создали онлайн-кошелек PRISM. Теперь у вас есть личный кошелек без посредника и без доверительного управления. 100% безопасный и 100% анонимный, потому как вы при его создании не вводили никаких личных данных. Теперь для корректной работы кошелька его необходимо активировать, совершив транзакцию на этот кошелек. Таким образом, запись транзакции будет перенесена в блокчейн, а кошелек активирован и пригоден для работы. Подробнее, где и как активировать, далее в ролике. Как вы сказали, да, я никогда не видел криптовалюту, я принес с собой. Сейчас вы ему. Ничего смешного нет. Я предложу вам встать где-то первая в мире реальная криптовалюта, которая может держать в кармане. Три вунции серебра. Великолепно. Моим давним другом Германом Сверликовым, который услышал слово криптовалют, сказал, да мне плевать, что вы там делаете, я просто отчеканиваю. Могу за недорого дать подержать. Тут на лошади сам Герман изображен очень хорошее. Надо заметить, что Герман, он всегда очень тонко чувствует конъюнктуру. Когда, соответственно, с 2008 годом он, если помните, печатал золотые. Он знает, да, очень тонко чувствует. У меня мои товарищи тоже сделали свою криптовалюту тут же. Причем отличие от биткоина состоит в том, что у биткоина, если майнить, то есть делать новые, они попадают к майнеру, а вот у призма, который, значит, у меня тут в телефоне, они честно делятся между всеми участниками. А многие сейчас этим будут заниматься. Активация кошелька. Активировать кошелек, значит, создать в этом кошельке первую запись о входящей транзакции. То есть отправить на созданный кошелек, в котором нет еще ни одной транзакции, не менее 0,01 монеты призм. По его реквизитам, то есть по адресу и открытому ключу. И тогда этот кошелек будет в вашей структуре навсегда привязан к вашему кошельку. Активация кошелька призм является уникальной архитектурной разработкой от разработчиков призм. Они создали новый метод построения структуры. Первое. Без реферальной ссылки. Второе. Без реферальных начислений от приглашенных. Так как покупка, обмен и продажа монет происходит только на независимых биржах, обменниках или через P2P переводы. Третье. Никаких отчислений и никаких начислений по реферальной программе ни с бирж, ни с кошельков нет и быть не может. Потому как приобретенные монеты призм с независимых бирж или обменников переводятся на личные кошельки покупателей в полном объеме. За исключением, конечно, биржевых комиссионных. Структура строится под тем кошельком, который отправляет монеты на любой кошелек призм и создает в нем первую запись от входящей транзакции. Внимание! Если в кошельке на балансе есть монеты или даже нет монет, но есть записи о транзакциях, то этот кошелек уже кем-то когда-то был активирован. Второй раз кошелек активировать нельзя, поэтому перевести его с одной структуры в другую невозможно. Вывод. Такое построение структуры отвергают принадлежность или присутствие пирамиды на 100%, так как вы не приглашаете по своей реферальной ссылке с целью получения наживы от инвестиций приглашенных вами партнеров. Вы не призываете инвестировать туда, где есть доверительное управление и посредники, так как каждый хранит свои монеты на своих личных кошельках. Вы приглашаете в электронно-платежную систему для перевода монет по всему миру с минимальными комиссиями без посредников и без доверительного управления с увеличением эмиссии на балансе благодаря парамайнингу. Хранить монеты в кошельке призм намного безопаснее, чем на электронных онлайн кошельках, таких как Payer, Perfect Money, Advanced Cash, U-Money или Kiwi и т.д., в которых посредник в любое время может заблокировать вам вход в эти электронные системы или вывод с них монет. Прибыль или пассивный доход каждый получает благодаря сугубо генерации новых монет в вашем кошельке, а не по партнерским начислениям. Фишка пассивного дохода зависит от скорости генерации монет, т.е. от парамайнинга. А скорость парамайнинга зависит от трех параметров. Количество монет на личном балансе, количество монет в структурном балансе и от паратакс. А благодаря холд-статусу можно увеличить количество генерации монет за счет снижения паратакса. Это как бы и есть партнерская программа, вшитая в блокчейн призм. Честная, прозрачная, без доверительного управления и без посредника. Если не брать, конечно, в зачет биржи или обменники. Поэтому не советую держать монеты на биржах. Биржи нужно использовать только по назначению. Завел, обменял, вывел. Нужно понять вот что. Если вы создали кошелек и отправили на него монеты, приобретенные на бирже или обменнике, то именно эта биржа или обменник создадут в вашем кошельке первую входящую транзакцию, и значит они вам активируют ваш кошелек. Для бирж и обменников это просто супер вариант. Ведь на вшитые в блокчейн призм партнерской программе и постоянном вводе и выводе на бирже они могут иметь постоянный пассив и заработать именно на этом больше, чем на единоразовом листинге. Поэтому вместо оплаты за листинг биржам выгоднее создать кошелек призм и активировать под этим кошельком своих трейдеров, тем самым увеличить скорость парамайнинга для своих собственных монет. Активировать кошелек можно на офсайте, а также через бот в Telegram призм аирдроп 1.0 по ссылке, которая тоже будет в описании. Очень выгодно активировать кошельки в таких структурах, как нейров призм или паровоз призм. Как активировать кошелек? Как активировать кошелек или перевести монеты на другой кошелек? Как перевести монеты на биржу? Как перевести монеты с биржи на кошелек? Вам прислали адрес и открытый ключ от кошелька и попросили его активировать. Или перевести монеты через P2P. Для этого копируем адрес кошелька, заходим в обозреватель блокчейна призм и вставляем в поисковик этот адрес. И видим, что в кошельке уже есть транзакции. Хоть на балансе и ноль монет, но транзакции в кошельке есть. Значит, этот кошелек уже активирован и вас кто-то просто хочет развести. Такой кошелек с транзакциями используют только для отправки монет на биржи, обменники или для P2P сделок. Вставляем другой адрес в поисковик. В правом верхнем углу вышла запись. Такого кошелька в системе нет. Вот этот кошелек можно активировать. Выбираем во вкладке в своей GitHub. Переходим по ссылке. Онлайн кошелек V1.2 wallet.prizm.vip Нажимаем «Войти». Вставляем адрес своего кошелька. Нажимаем «Войти». Вошли в свой кошелек. Внизу нажимаем «Сент» и вставляем реквизиты того кошелька, куда мы хотим перевести монеты или кому-то активировать кошелек. Заходим в тот текстовый документ, который мы с вами создавали в начале ролика. Копируем адрес кошелька. Вставили адрес. Теперь копируем публичный ключ. Копировать. Вставить. Сюда вставляем количество монет, которые мы хотим перевести. 0,01. Этого вполне достаточно для того, чтобы активировать кому-то кошелек. Если вы хотите подарить кому-то монеты, то вставляете сюда то количество монет, которые вы хотите подарить. А если вы обмениваете по P2P сделке на определенное количество фиатных денег, то вы вставляете ту сумму, которую вы хотите перевести. В разделе «Комментарии» вставляется мнемоническая фраза, которую вам выдаст биржа. Если вы переводите монеты на биржу. Сюда вставляем парольную фразу от того кошелька, с которого вы переводите. Вставляем парольную фразу. Так как мы активируем кошелек, поэтому комментарий мы не пишем. Нажимаем «Далее». Нам выходит следующая табличка, в которой мы видим, что кроме того, что мы отправляем 0,01, с нас возьмется комиссия 0,05%, то есть 0,05 монеты. Вот именно эти комиссионные, которые мы платим за исходящие транзакции, делятся только между форжерами за поддержание сети. И это справедливо. Время сейчас 11 часов 18 минут. Нажимаем «Далее». И мы видим, что монеты на кошелек отправились моментально. Выходим из этого кошелька, заходим в тот кошелек, в который мы перевели монеты. И мы видим, что кошелек активировался. Монеты тут же перешли. И на балансе на этом кошельке стало 0,01. Как пополнить кошелек криптомонетой призм? Пополнить кошелек можно двумя способами. Первый. Купить монеты через P2P у человека, который вам рассказал о призм, и дал вам полную информацию. Второе. Купить монеты призм на независимой бирже. Чтобы купить монеты на бирже, на ней нужно зарегистрироваться. Есть несколько бирж, где можно приобрести монеты. Можете посмотреть на моем канале ролики «Как зарегистрироваться на бирже Rudex». Под всеми моими роликами в описании есть ссылки на эти биржи. Также есть ролики «Как купить монеты призм на бирже и вывести их на кошелек», и «Как вывести с кошелька монеты на биржу и обменять их на фиат». Ведется очень активная работа в направлении вывести обмен монет призм через мониторинг обменников BestChange. На этой платформе легко можно будет совершать обмен на другие криптовалюты и на фиат, используя карты Visa, MasterCard и банковские расчетные счета, что конкретно упростит обмен криптомонеты призм и повысит ее волатильность. На офсайте в дорожной карте прописано, что листинг бирж будет весь 2022 год и весь 2023 год, а в 2024 году будет получение международных патентов на уже внедренные технологии. Поднимаемся вверх, нажимаем вот на этот значок на официальном сайте и переходим на CoinMarketCap. Видим, что зарегистрировано 21 556 криптомонет. Опускаемся чуть ниже, нажимаем «Рынки» и видим несколько бирж. Со временем их тут будет намного больше. Опускаемся вниз. Что такое призм? Это полностью децентрализованная, саморегулируемая, одноранговая блокчейн-сеть с алгоритмом консенсуса Proof of Stake. Нажимаем «Читать дальше» и изучаем дальше монету на CoinMarketCap. Нажимаем на значок CoinMarketCap, переходим на общую страницу и нажимаем здесь «Фильтры». Выбираем в алгоритмах POS, опускаемся вниз и видим, что криптомонета призм на CoinMarketCap стоит на 18 месте. Среди всех монет, разработанных на алгоритме Proof of Stake. Далее нажимаем на «Промышленность» и ищем «Торговая площадка». И из четырех монет призм находится на третьем месте. Занимать третье место в среде 21 556 монет в своей категории, как электронно-платежное средство на торговой площадке, это очень хороший результат. Отличия между форжащими и не форжащими кошельками Кошелек онлайн-призм разработан для того, чтобы в нем совершать транзакции и для того, чтобы в нем генерировались новые монеты призм, благодаря уникальной технологии парамайнинг. Независимо от того, будете выскачивать ноду на свой компьютер или нет. Это один из способов пассивного дохода, который зависит, первое, от вашего баланса на кошельке, второе, от общего баланса монет на всех кошельках под вашим кошельком до 88 уровня и от паратакса. Генерация новых монет на форжащем онлайн-кошельке зависит от этих же параметров, но так как этот кошелек установлен на скачанную ноду и подключен к форжингу, то получает дополнительный пассивный доход в монетах за поддержание безопасности сети. Поэтому форжащих кошельков в призм меньше, чем нефоржащих, из-за того, что не у каждого есть компьютер, на который можно установить ноду, а телефон есть у каждого. К одной ноде можно привязать до тысячи кошельков и более, поэтому в блокчейне призм форжащих кошельков больше, чем скачанных нод. Вывод. Пассивный доход благодаря генерации новых монет доступен любому, даже тем, у кого есть только мобильное устройство. Из-за того, что призм доступен каждому, эту монету прозвали «народной». Ноу-хау в блокчейн призм – это гибридный майнинг. Гибридный майнинг означает смешивание двух технологий – парамайнинг плюс форжинг. Привычное слово в криптомире «майнинг» означает генерация новых монет в результате трудоемких работ, выполненных на дорогом оборудовании и с затратой больших мощностей при сжигании огромного количества электроэнергии. Если учесть, что в настоящее время практически во всех странах критическая инфляция буквально на все, то получается, что майнить простому человеку сейчас и невыгодно, и нужны профессиональные знания ПК. А инвестировать монеты в пулы или проекты с доверительным управлением – это повышенные риски. Разработчики блокчейн призм решили эти проблемы очень профессиональным способом благодаря технологии Proof of Stake. Они разделили майнинг в блокчейне призм на форжинг плюс парамайнинг. Форжинг Форжинг – администрирование сети. Когда вы подключаете форжинг, ваш аккаунт имеет право генерировать новые блоки в блокчейн. Если в тот момент, когда вы формируете блок «Форжите», совершается какая-то транзакция, независимо в какой точке мира, и она проходит через ваш сформированный блок, вы получаете комиссию за проведенную транзакцию в размере 0,5%. Фиксированная комиссия 0,5% делает призм платежным средством, комфортным и удобным. Это преимущество данной криптовалюты. По мере расширения сети будет расти и количество транзакций внутри нее. Соответственно, и заработок в виде форжинга будет увеличиваться. Уже на сегодняшний день тысячи пользователей занимаются форжингом в сети призм. Простыми словами, чтобы получить возможность форжить, нужно скачать призм коры, ноду на свой ПК. Форжинг можно подключить при балансе на кошельке от 1000 монет призм. Только что подключенный новый кошелек к форжингу автоматически начинает генерировать блоки после подтверждения 1440 транзакций, то есть через сутки. Если в онлайн кошельке монеты генерируются путем сжигания монет в генезисе, то форжеры получают вознаграждение от комиссионных за поддержание безопасности сети. А вот на форжинг влияет как основной баланс, так и баланс в холд-статусе в разделе парамайнинг. Ключевыми определениями для этого в первую очередь, конечно, являются три значения. Первое. Какой аккаунт имеет право генерировать блок, то есть базовое целевое значение? Второе. Какой аккаунт получает право на создание блока? Это целевое значение. Каждый аккаунт рассчитывает свое целевое значение на основе текущей эффективной ставки. И третье. Какой блок считается авторитетным во время конфликта? Это называется совокупная сложность. Более подробно с приведением формул расчета описано в белой книге. Форжинг – это не добыча новых монет. Это дополнительный доход в монетах на пассиве для тех, кто установил ноду и подключил форжинг на свои личные онлайн-кошельки. И чем больше транзакций в сети, тем больше в монетах призм получают форжеры. Поэтому быть форжером плюс парамайнером намного выгоднее, чем быть просто парамайнером. Важно понять, что монеты с форжинга от всех комиссионных делятся только между форжерами и не идут ни на какие нужды для разработчиков. Так как у разработчиков есть свои форжущие кошельки, которые участвуют в форжинге на общих основаниях. Потому как разработчики также заинтересованы в безопасности сети. Форжинг – это вознаграждение форжером в монетах за обеспечение безопасности сети. И чем больше нод в сети в разных частях света, тем выше степень защиты от DDoS-атак. Самое главное преимущество блокчейна призм в том, что система безупречной защиты блокчейна призм от DDoS-атак спрограммирована на самостоятельное восстановление прежний режим автоматически, без вмешательства разработчиков. Ну да, поменять всю цепочку от начала до конца, я думаю, наверное… Нет, она не засинхорится с другими просто напросто. То есть, если ты возьмешь бинар, нарисуешь себе миллиард монет в своем кошельке и попытаешься синхронизироваться, у тебя просто нода в форку идет, и все. Ты будешь со своим миллионом один сидеть, форжить блоки, но та сеть тебя вообще не примет. Ну, мне кажется, такие попытки были. Да, были. И я, если честно, выражаю огромную благодарность всем тем, кто все эти пять лет делал постоянно эти попытки. Потому что прям молодцы ребята, рыли, копали, чего-нибудь только там не мудрили, находили кучу всяких там дыр, которые мы латали, переделывали. Ну, то есть, грубо говоря, без них не получилось бы вот этого продукта, который работает. И при попытке там какого-то вмешательства или взлома он разобрался и опять собрался по косточкам сам автоматически, без какого-то вмешательства. Благодаря самим пользователям, которые держат ноды, чем больше будет ноды, тем... Конечно. Да, да, да. Чем просто сеть, на самом деле, там что произошло? Они сфоржили блок. То есть, это было во сколько? Сеть начала разваливаться где-то к обеду. Потом мы стали смотреть, почему она стала разваливаться, и нашли, что вот за день до этого, примерно в 10 часов вечера по Москве, сейчас точно не скажу, там какой-то кошелек сгенерировал блок, и в этот блок была вставлена невалидная транзакция. Но так как этот кошелек имел там какие-то фантазмагорические балансы, вот это вот как раз, когда они там роются, там что-то мутили, там какие-то бешеные балансы, они смогли своими бешеными балансами нагенерировать. Вот уже после этого блока, в котором была кривая транзакция, они после него наделали еще блоков, сеть их приняла, но потом, когда у нас же вот этот откат на 720 блоков, ну и пересчет. То есть, нода когда синхрис, она 720 блоков автоматом пересчитывает. И потом, когда стала общая сеть подходить к этой транзакции и говорить, что ой, какая-то плохая транзакция, к какой мне ветке присоединиться, сначала образовалось две ветки. То есть, первая ветка вот с этими миллионами этого роя, вторая ветка все остальные. Потом все эти остальные начали друг другу передавать эту информацию, пересчитывать эту транзакцию, находить ее, говорить, что она невалидна, и все начали разваливаться в форк. В итоге, где-то часам к четырем дня, вся сеть вообще полностью развалилась на форке, то есть, каждая нода находилась в форке, и где-то к шести вечера они опять все вместе собрались, выбрали самую правильную ветку, удалили ту транзакцию, пересчитались, и вот мы сейчас до сих пор работаем. Но так по факту сеть отработала прям четко. Она рассыпалась, выбрала неправильную транзакцию, ее все удалили у себя из блокчейна на 720 блоков отката, и опять собрались в одну целую ветку. Да, Юра, это я помню. Да. И вот представьте себе, что у нас сейчас есть программный продукт, который вот такое делает сам. Я считаю, что призм самодостаточный, отлично работающий продукт. Я вам скажу, что я не знаю другой крипты, которая может сама так сделать, без участия разработчиков или кого бы то ни было. А с нашей базы что будем делать, Юра? Так у нас офигенная база, вы что, ребят? У нас даже 100 гигов за 5 лет нет. Система парамайнинг Парамайнинг – это ключевое преимущество призм перед остальными криптовалютами. В базовый механизм форжинга разработчиками призм был добавлен уникальный линейно-ретроградный механизм определения награды за хранение средств, направленной на экономическую привлекательность с постепенной возможностью замещения массой призм во всех существующих финансовых инструментах мира. Парамайнинг – это генерация новых монет в вашем личном онлайн-кошельке, который можно создать за одну минуту на любом ПК-устройстве без посредников и без доверительного управления. Парамайнинг – это уникальный метод создания новых монет всеми пользователями одновременно. Парамайнинг запускается при наличии на балансе одна монета призм в кошельке, а отключается при балансе в 1 миллион монет. При достижении 1 миллиона монет на балансе нужно вывести с кошелька какое-то количество монет. После этого парамайнинг опять включит генерацию до достижения следующего миллиона монет. Этот процесс бесконечен. Скорость чеканящих новых монет при парамайнинге в кошельке зависит от трех параметров. Количество монет на вашем балансе, количество монет под вашим кошельком во всех кошельках до 88 уровня и от паратакс. При любой транзакции входящая, исходящая, форжинг, сообщение, ваш парамайнинг обнуляется и все монеты с вашего парамайнинга переходят на ваш баланс в вашем кошельке. После чего парамайнинг начинает генерировать новые монеты уже с нового вашего баланса. Этот процесс называется увеличение прибыли по сложному проценту. Благодаря этой технологии парамайнинг эту систему генерации новых монет называют печатным станком. Ваш пассив заключается в том, что вы оставляете на балансе тело, то есть приобретенное количество монет на этот кошелек. А на парамайненные монеты пар постоянно выводите и обмениваете на биржах по P2P-сделкам или в обменниках на нужный вам фиат. При входящей или исходящей транзакции в каждом кошельке происходит запись в блокчейне у всех пользователей одновременно. Все пользователи могут отслеживать в реальном времени число выпущенных новых монет в кошельке Genesis. Важно понимать, что блоки в блокчейне призм формируются не из каких-то там красивых чисел за счет сжигания электроэнергии или использования дорогого оборудования, как например в биткоине, а из реальных записей входящих и исходящих транзакций. Эту запись уже нельзя ни удалить, ни вырезать, ни подделать, ни изменить, потому как она попала в единый реестр и прописалась одновременно в каждой ноде у всех пользователей во всей сети. Основным преимуществом парамайнинга является то, что ни один пользователь сети не может вмешаться в этот механизм и сфальсифицировать новые монеты. Система не позволит вывести с кошелька больше монет, чем есть на вашем балансе, включая комиссию за транзакции. Вы не сможете пополнить кошелек с несуществующего кошелька или с кошелька, от которого у вас нет парольной фразы. Неверная предидоса так как запись блокируется всеми нодами одновременно и уничтожается с блокчейна автоматически без вмешательства разработчиков. Вывод. По своим характеристикам парамайнинг является системой MLM 2.0, исключающей из себя все то, что отталкивает простого человека от сетевого бизнеса. Но при этом вовлекает его в развитие сети для увеличения скорости добычи монет на личном кошельке. Заменив систему реферальных ссылок на активацию кошелька, при которой блокчейн призм фиксирует, с какого кошелька поступила первая транзакция. За этим кошельком система навсегда и устанавливает реферальную цепочку, которую невозможно отменить. Это позволяет с легкостью строить глобальные сети и увеличивать скорость добычи новых монет. Система парамайнинг является самым совершенным инструментом для продвижения и популяризации, так как она не имеет аналогов ни в одной современной криптовалюте. Теперь вы понимаете, что электронно-платежный механизм в блокчейне призм действительно прозрачный, честный и справедливый, да еще и с минимальными комиссиями. И криптомонету призм смело можно использовать в любом бизнесе как расчетную единицу через это платежное средство. А для переводов между держателями кошельков, живущих в разных странах, это просто находка, особенно для тех, кому нужно переводить большие суммы. При такой системе невозможно ни накрутить лишних монет на какой-либо кошелек, ни скрыть баланс. Все прозрачно и доступно каждому. Преимущество холд над стейкингом. Главное преимущество холд статуса или, как его называют, холд период над стейкингом в том, что в холде вы держите монеты на личном кошельке без посредников и без доверительного управления. Держать монеты в холде – это лично ваше желание не выводить монеты с вашего кошелька на тот срок, который вы посчитаете нужным. Никто вам не может запретить вывести монеты с вашего кошелька, который находится даже в холде. Холд статус означает период холда, то есть держать монеты на своем личном кошельке и не совершать никаких транзакций определенный период времени. За счет этого можно снизить коэффициент сложности добычи монет, то есть уменьшить паратакс и увеличить доходность своего кошелька. По логике и своей сути, холд статус – это практически тот же стейкинг. Что такое стейкинг криптовалют? Стейкинг представляет собой процесс, при котором пользователь блокирует или удерживает свои средства в криптовалютном кошельке для поддержания деятельности системы блокчейна с алгоритмом Proof of Stake POS. Этот процесс похож на криптомайнинг в том смысле, что он помогает сети достичь консенсус и обеспечивает вознаграждение пользователей, которые в этом участвуют. Благодаря растущей популярности стейкинга появилось множество возможностей для пользователей, которые хотят получать пассивный доход с помощью своих свободных криптоактивов. Осуществить стейкинг можно в основном на биржах, таких как Binance, Coinbase, Kraken и т.д. Также на холодных частных кошельках, таких как Ledger, Trust Wallet, Trezor и т.д. И также на платформах. Хозяева этих услуг разработали даже специальные калькуляторы с очень заманчивой доходностью для пассивного дохода, умалчивая при этом о очень высоких рисках. Ведь у вас, кроме приватника, от входа в эти биржи, платформы и кошельки нет ничего, а значит и нет доступа к вашим монетам на этих сервисах. Есть только личный доступ к этим сервисам. Так как все эти предлагаемые услуги для стейкинга находятся в руках определенных частных лиц, на которых, как и на любого в этом мире, существуют определенные рычаги давления. И именно от этих рычагов зависит, сможем ли мы сохранить и приумножить свои инвестиции на этих платформах. Поэтому, основываясь на реальные события, происходящие сегодня в мире, нужно задаться главным вопросом. А сможем ли мы в этих золотых мышеловках вообще забрать и то, что туда проинвестировали, и то, что заработали? И зашла информация реально о том, что уже с понедельника, то есть завтра будут заблокированы все пользователи бинанса с IPOC. То есть то, что будут заблокированы счета граждан. Потому что СИЗЭТ об этом сам лично говорил, не я придумал, он выступал, к нему были обращения по поводу исполнения санкций. Но если такое распоряжение поступит, а я так полагаю, что раз эти слухи появились, то, видимо, какие-то распоряжения поступили, то, конечно, он будет вынужден согласиться и это сделать. Поэтому в этом ролике одной из главных тем я отвела тому, чтобы объяснить и доказать, что в блокчейне призм нет хозяина. То есть нет центральной ноды, которая бы являлась главным администратором над всеми нодами в сети. Потому как сеть в призм состоит из узлов, то есть нод, где каждая нода, развернутая на компьютерах всех пользователей по всему миру, является администратором в сети. И она независима от всех других нод в сети, так как имеет с ними равные права. Поэтому и ноды разработчиков имеют те же права и форжат так же, как и все другие ноды на общих основаниях. Это и есть децентрализация сети. То есть нет единого командного центра, на который кто-либо может повлиять или приказать заблокировать вход в кошельке или отменить транзакцию. Что нужно для того, чтобы поставить монеты призм в холд статус? Первое. Скачать и установить призм коры ноду на свой компьютер. Второе. Создать кошелек. Третье. Положить на него от 1000 до 110 тысяч монет. И четвертое. Подключить кошелек к форжингу. Как только кошелек сгенерирует первый блок, запускается холд статус. Кошелек получает защиту от входящих транзакций. Если у первого полученного блока была комиссия, он зачислит парамайнинг на баланс. Если же блок будет нулевым, то парамайнинг продолжится. Все последующие комиссии за созданные блоки и входящие транзакции будут зачисляться на баланс холд и не будут сбивать растущую доходность парамайнинга. Монеты на балансе холд не учитываются в создании новых монет, но они повышают вероятность генерировать блоки и, соответственно, получать больше комиссий. Скорость добычи монет в холд статусе становится больше на 50%, чем в обычном кошельке. Это так называемый гибридный парамайнинг, который рассчитывается по сложному проценту. То есть, с каждым днем добыча увеличивается. Этот период времени принято называть «зеленая зона». Условно, сегодня вы добыли 10 монет в сутки, завтра 12, послезавтра 16, потом 22 и так далее. Ваши монеты на парамайнинге добывают новые монеты и не нужно постоянно зачислять их на баланс. Это сделано было для того, чтобы не нужно было делать постоянные реинвесты. Для того, чтобы ограничить постоянно растущую доходность парамайнинга, в зеленой зоне применяется вторая формула. По простому проценту, так называемая «красная зона». Вы продолжаете добывать столько же, сколько среднесуточно в зеленой зоне. Но монеты на парамайнинге перестают принимать участие в генерации новых монет. Из-за этого гибридный парамайнинг начинает ежедневно уменьшаться с 50% до 0% в течение 60 дней. На коротком промежутке времени, то есть несколько дней, добывать выгодно и в красной зоне. А если хотите хранить монеты на долгосрок, то лучше разбить баланс на два кошелька. Сейчас «красная зона» для кошельков с балансом от 100 000 монет при 10-миллионной структуре наступает через 450 дней, а при структуре 1 миллион – через 496 дней. Продолжительность холд-периода неограниченная, при условии, что между последним пойманным блоком и следующим не пройдет более 100 000 блоков. В сутки генерируется приблизительно 1440 блоков, поэтому 100 000 делим на 1440 и получается 69 дней. То есть нужно генерировать хотя бы один блок раз в два месяца. Если блок не будет получен, любая входящая транзакция или SMS зачислит парамайнинг на баланс. Тем самым скорость добычи упадет до минимальных значений. Нужно учитывать, что на кошельке не должно быть больше 110 000 монет после пойманного первого блока, поэтому лучше положить на кошелек, например, 109 000. В таком случае баланс кошелька плюс сфорженная комиссия за первый блок плюс парамайнинг не превысят 110 000 монет. Но даже если у вас случилось так, что баланс кошелька стал выше 110 000, ничего страшного. Достаточно вывести лишнее и холд статус запустится сразу. Так как число кошельков в холд статусе увеличивается, то у кошелька, особенно с маленьким балансом, есть риск не поймать блок за последние 100 000 блоков, то есть за последние 69 дней. Для этого можно увеличить баланс на кошельке, чтобы монеты, находящиеся на парамайнинге в холде, при входящей транзакции не перешли на общий баланс. Поэтому при добавлении монет во время холда обязательно проверьте, когда был последний пойманный блок. Чем больше монет добавите, тем чаще будут генерироваться блоки. Только стоит понимать, что монеты, закинутые сверху, не будут участвовать в добыче новых монет. Если вы видите, что ваш кошелек словил последний блок, например, 2 месяца назад, то для того, чтобы холд статус не слетел, вам может помочь. Первое. Перезагрузить ноду. Второе. Перезагрузить форжинг на кошельке. И третье. Добавить монет на кошелек. Где и как узнать, в какой зоне ваш кошелек. Для каждого кошелька от зеленой зоны до красной зоны разное количество дней, так как на всех кошельках и собственный, и структурный баланс разный. Есть несколько способов узнать, в какой зоне находится ваш кошелек. Первый способ – это, конечно же, сервис от разработчиков визуализатор Prism Tools, ссылка на который находится на GitHub. Этот сервис находится в постоянной стадии развития. Со временем сюда добавят еще много очень полезных функций. Заходим на GitHub, опускаемся вниз, и нажимаем вот на эту ссылку – визуализатор Prism Tools. Вставляем сюда адрес любого кошелька. Нажимаем SimIn. Вверху слева – баланс кошелька 107 360 монет Prism. И на парамайнинге – баланс холда 21 873. И работающий таймер генерации монет. По центру – адрес кошелька. На втором табло – структурный баланс этого кошелька 24 511 277 монет. Это составляет 0,78% от всей эмиссии, выпущенной кошельком Genesis на данный момент. На четвертом табло – эмиссия выпущенных монет на кошельке Genesis. И равно оно минус 3 141 951 225 монет и 36 центов, что составляет 52% от 6 миллиардов, которые должны выпуститься на кошельке Genesis. На третьем табло – вся партнерская сеть под этим кошельком. И равна на 2736 аккаунтов. Например, 1175 кошельков в нескольких ветках доходят до 88 уровня. А вот 108 кошельков в каких-то ветках выстроились пока до 79 уровня. Интересное, конечно, это табло, но наблюдать за такой разнообразной структурой более наглядно и понятнее, конечно же, в Discovery. На пятом табло мы наблюдаем общую статистику всех существующих кошельков в блокчейне Prism с их балансами. Всего в блокчейне на день создания ролика мы видим 870 676 кошельков. Почти миллион, можно сказать. Больше всего кошельков с балансом от одной монеты до 100. Всего с таким балансом 93 629 кошельков и их общий баланс составляет 1 092 202 монеты. Кошельков с балансом от 100 001 монеты до 150 000 монет 9 675 кошельков. Их общий баланс составляет 1 048 679 143 монеты. На шестом табло показано, сколько кошельков активировано и в каких странах. И больше всего, конечно, мы видим, что активировано кошельков в России. На втором месте Италия, на третьем Германия, на четвертом Узбекистан и на пятом Казахстан. Опускаемся ниже и видим карту. В России 20 885 аккаунтов, привязанных к нодам. В Казахстане 515, в Китае 9, в Индии 6, в Австралии 10, даже в Новой Зеландии есть 1, в Саудовской Аравии 2, в Иране 6, в Турции 46, в Украине 304, в Польше 51, в Финляндии 22, у шведов 11, в Норвегии 1, во Франции 36, в Кинг-Конге 49, в Нигерии 56, в Африке 22, в Судане 4, в Бразилии 12, в Аргентине 4, в Мехико 10, в Штатах 175, в Канаде 17, в Италии 1539. Если чью-то страну не назвала, заходите и сами смотрите, сколько в вашей стране аккаунтов призм. Ну а так мы видим, что призм в принципе распространен по всему миру. На первом табло слева генерация монет в сутки, в процентах, где таймер увеличивает процент парамайнинга. Стрелка на дуге в оранжевой зоне показывает, что в этот период в сутки генерируется от 100 монет до 1000 монет призм. Зона, выделенная в красный градиент, показывает от 5000 до 10000 монет призм. На данный момент это либо некорректное значение, либо это значение уже заложено в новый маркетинг на будущее. Будем наблюдать. Шкала, по которой движется стрелка, отображающая текущий парамайнинг аккаунта, разукрашена в радужный градиент. Это создает визуальный эффект набора скорости парамайнинга. И та часть, где эта скорость становится максимальной, окрашена в красный цвет. Не нужно путать зеленую и красную зоны в фолд-статусе с радужным градиентом на этой шкале. Под этой дугой, по центру, этот кошелек генерирует сегодня 221 монету в сутки. А вот этот кошелек 936 монет за одни сутки. Зайдем через GitHub в калькулятор парамайнинга. Нажимаем калькулятор и вводим сюда этот же адрес кошелька. Входим, нажимаем здесь на четвертую страницу. И мы видим, что на 289 дне на этом кошельке должно быть 21740 монет. А на 290 дне уже будет 21960 монет. Что соответствует в действительности на Prism Tools. Заходим опять на GitHub. Выбираем удобный онлайн кошелек VIP 1.3. Выбираем здесь русский. Войти. Вставляем адрес кошелька. Вставили. Войти. Кнопка. Детали кошелька. На данный момент кошелек находится в холде 290 дней. Открываем калькулятор и вставляем в него последний текущий блок. Отнимаем последний созданный блок этим кошельком. После последнего созданного блока этим кошельком прошло 6481 блок. Отнимаем 100 000 блоков равно 93 519. Делим 93 519 блоков на 1440 блоков и понимаем, что у нас осталось почти 65 дней для того, чтобы этот кошелек успел поймать очередной блок и не потерял защиту от входящих SMS или транзакций в статусе холда. Так как у этого кошелька структурный баланс более 10 миллионов, то от 450 дней мы отнимаем 290 дней. Значит, до красной зоны осталось 160 дней. В красной зоне можно еще подержать несколько дней. И как только пар пойдет на спад, можно будет тело оставить на кошельке, а пар вывести на новый кошелек и создать уже 2 кошелька или пар обменять на бирже или через P2P обмен. Второй способ, как определить красную зону, нужно скачать таблицу Excel от Юрия Астафичук, вставить в нее все свои кошельки, которые у вас есть. Благодаря этой таблице можно узнать полную информацию о каждом кошельке. Все эти данные, конечно же, есть и в блокчейне. И количество монет, которые не участвуют в парамайнинге, но влияют на частоту пойманных блоков. Количество дней в холде 300, количество добытых монет за текущие сутки и количество монет добыто за 300 дней в холд статусе. Теперь нажимаем на блокчейн, вверху выбираем ваши сфорженные блоки и видим, что последний сфорженный блок был 8 ноября, 2022 года и комиссия 0,7 монет. Но в таблице есть общая сводка всех ваших кошельков. Например, общий баланс на парамайненных монет всеми вашими кошельками. Вчера мы выложили этот файл на призм.вип. Заходим по ссылке tag.prism.vip ссылка на сам файл paracalc.5.3 скачиваем его на Windows. Я подготовил тут некоторые кошельки. Скопируем их и вставим. Переходим на вкладку report. Мы пройдемся немного по функционалу. По API-запросу таблица обращается к ноде и загружает данные по этим кошелькам. Мы видим список этих кошельков, которые мы вставили. Баланс этих кошельков. Hold. Те монеты, которые не участвуют в парамайнинге. Структура всех этих кошельков. Последователи. Множитель. Активный баланс это та сумма, на которую насчитывается парамайнинг. Start. Это дата, в которой был запущен Forging и Slowling Block. Дни в холде. Ваш парамайнинг с учетом гибридного, так как мы знаем, что кошелек, который находится в холд статусе, он получает на 50% больше, чем обычный кошелек. Эквивалент этих монет в долларах. Можно валюту поменять вот в этой ячейке. Суточную добычу по сумме в рублях, которую добывает каждый из этих кошельков. Сколько прошло блоков от вашего последнего, который вы получили? Например, вот этот, у него 96 тысяч. Это значит, что он через 4000 блоков потеряет холд статус. И у него вот этот парамайнинг пересчитается на 50% меньше. Нужно быть внимательным за этим полем, чтобы не потерять лишние монеты. И лучше уже сделать сейчас транзакцию исходящую, чтобы не потерять хотя бы те монеты, которые уже накопились. Паратакс, то есть это налог, который постоянно уменьшается у кошелька, которого в холде, так как у него добыча постоянно растет. Ну и тут информация по самим блокам. Сколько блоков этот кошелек словил, какую общую комиссию этот кошелек получил. Эти все данные можно посмотреть и в самой ноде, но здесь удобно тем, что вот в этом верхнем поле подсчитывается сумма по всем полям, которые вверху. То есть вы ввели своих, вот в данном случае, 14 кошельков, и у вас посчиталась общая сумма по всем кошелькам. То есть вы видите, сколько у вас парамайнинга на всех кошельках, сколько добывается в общем. Это удобно, потому что в ноде этих данных вы не сможете увидеть. Вкладка калькулятора. Здесь вы можете ввести свой кошелек, нажать кнопку обновить и вам посчитается, когда у вас будет красная зона. Дальше для каждого кошелька вот с усложнением эмиссии. Я добавил вкладки с нулевой структурой, с тысячной, с десятитысячной, даже для одной миллиарды, которой еще ни у кого нет, но как бы расчет есть. Последняя вкладка, то есть вот эти все вкладки объединены в одну. Она разделена на три столбца. Первое это срок действия зеленой зоны в днях. У кошелька баланс от 100 тысяч до 110, у которого нет структуры, например, ему нужно в холде быть 1511 дней. Стоит ему подставить свою структуру одну тысячу монет и у него сразу день наступления красной зоны переходит на 693 день. То есть чем больше у вас структура, тем меньше дней вам второй столбец. Здесь среднемесячная доходность. Сколько в месяц добывает кошелек при разных структурах? Без структуры в период зеленой зоны добывает 1,96%. Одной тысячей в структуре сразу начинает добывать 4,28%. Это в среднем в месяц период зеленой зоны. У кого есть 10-миллионная структура, сейчас добывает до скачка эмиссии 6,87%. И те же самые проценты можно посмотреть в третьем разделе, где годовая доходность. То есть видно, что с 10-миллионной структурой добывает сейчас 82%. Мы видим разницу, что с 1-миллионом у тебя 71%, 71,82% в год, а с 10-миллионной 79,12%. То есть на 8% в год больше. И если вам это интересно, вы стараетесь увеличить свою структуру, развивать, рассказывать. Есть и для 100-миллионной структуры, некоторые участники имеют и такую структуру. Совершенно верно. То есть вы можете увеличить, например, как это сделала биржа Rudex, имея 36 миллионов, ловит 70 блоков. Вот можете 40 миллионов докидывать и вообще будет 70 блоков в сутки ловить. Просто это никому не выгодно. Но на вероятности ловли блоков конечно это влияет. Полную версию этого вебинара эфир с создателем канала Параиндикатор и Паракальк 5.3 смотрите на YouTube канале Продвижение Призм. Ссылка на телеграм-канал Параиндикатор Будет также под этим роликом. На этом канале Юрий ежедневно выставляет из таблицы скрины, в которых можно наблюдать сколько кошельков, с каким балансом и с какой структурой на сегодняшний день в сети блокчейна Призм. Под этими скринами он делает описание, какое количество новых кошельков появилось в блокчейне за сутки, сколько кошельков в сутки ставится в холд и сколько кошельков теряет этот статус. Также он выставляет ежедневную статистику по биржам, на которых торгуется монета Призм. Сколько монет поступило на бирже и сколько вывели с бирж на кошельки. Среднегодовая доходность в холде Рассмотрим на примере кошелька с балансом 100 849 монет Призм. Кошелек стоит в холде 448 дней. 658 монет и 52 цента это зачисление пара после первого пойманного блока. От 100 849 и 16 центов отнимаем 658 монет и 52 цента равно 100 100 100 190 монет и 64 цента это активный баланс кошелька который участвует в расчете парамайнинга. На данный момент у кошелька на парамайнинге 96 тысяч 241 монет и 34 цента Значит в среднем за 365 дней кошелек добыл умножаем 96 241 монета 34 цента на 365 дней и делим на 448 и 67 дней получается 78 293 и 82 цента за год Посчитаем теперь процент относительно его баланса Для этого умножаем 78 293 целых и 82 сотых монеты на 100 процентов и делим на 100 894 016 центов Получается 77 целых и 6 десятых процента за год То есть кошелек в среднем в год добыл 77 целых и 6 десятых процента за период зеленой зоны Теперь 77 целых и 6 десятых процента делим на 12 месяцев Получается 6 целых 46 сотых процента кошелек сгенерировал монет за месяц А за текущие сутки за 448 день добыто 839 монет 47 центов Преимущество паратакс над халвингом Паратакс это уменьшение добычи новых монет В биткоин уменьшение добычи монет началось сразу на 50% с достигнутого первый раз блока в блокчейне на высоте 210 тысяч и по сей день это приблизительно каждые 4 года продолжает сокращаться также на 50% после каждых 210 тысяч блоков когда высота текущего блока достигнет 64 умноженное на 210 тысяч блоков это будет конечная добыча эмиссии биткоина майнеры перестанут генерировать новые биткоины и продолжат собирать только комиссии с транзакцией эта мера от инфляции в биткоине и в других криптовалютах называется халвинг в блокчейн призм халвинг заменили на слово паратакс и разработали более плавное снижение генерации монет за счет которого паратакс вводился не сразу на 50% а постепенно его ввели с высоты блока 571 800 в 2019 году и в призм коре версия 1.9.19 в интерфейсе в ноде сразу появилось окошко отображающее 3.73% что соответствовало проценту текущей эмиссии от максимальной поскольку эмиссия новых монет в призм это не прерогатива форжеров а динамическая и индивидуальная величина для каждого владельца монет то и реализация паратакса разработчиками сделана с учетом индивидуальных характеристик каждого аккаунта паратакс в призм это линейное увеличение сложности генерации добычи монет выраженное в процентах от количества уже добытых монет у всех пользователей и только после окончательной добычи эмиссии в призм так же как в биткоине пассивный доход останется только от комиссионных которые будут собирать только одни форжеры но так как в призм благодаря голосованию форжеров есть возможность увеличить эмиссию то парамайнинг возможно включить еще и не один раз ведь в электронной платежной системе много денег не бывает на то она и платежная система а не спекулятивные средства для заработка на бирже для тех кто владеет и знаниями и хочет глубже разобраться в формулах как рассчитывается паратакс вам лучше перейти по ссылке которая будет под роликом на статью в дзен в этой статье приведены все расчеты с доказательствами о том как рассчитывается паратакс а я вам расскажу простыми словами в белой книге написано что паратакс уже достиг своего предела и теперь он будет постоянным до окончания полной добычи всей эмиссии для стандартных кошельков без форжинга 98% для форжащих кошельков находящихся в холд статусе 97% и что держать монеты в холд статусе естественно выгоднее сеньораж в призм перевод с французского сеньор печатает себе деньги и сам продает свои деньги сеньораж означает доход полученный от эмиссии денег который присваивается эмитенту как право на его собственность то есть тот кто печатает деньги тот и их владелец открывая криптокошелек призм на блокчейне вы приобретаете совершенно бесплатный станок для генерации новых монет призм и получаете профессию сеньораж печатая лично свои деньги на этом станке вы становитесь полноправным и единственным хозяином и этого станка и тех монет которые вы на нем начеканите блокчейн призм использует систему в которой каждую монету можно рассматривать как миниатюрную майнинг ферму чем больше монет в аккаунте тем больше генерируется новых монет чем больше вы печатаете монет на своем станке тем больше ваш пассивный доход под словом сеньораж в экономике нужно понимать разницу между затратами на производство денежной единицы и ее реальным номиналом сеньораж бывает как положительным так и отрицательным положительным когда эмиссия окупает саму себя когда в мире начали задумываться над тем как бы иметь такой капитал чтобы им никто не управлял чтобы это было анонимно и не подконтрольно каким-то отдельным эмитентам вот тогда и начали задумываться в том числе и над созданием блокчейн технологий чтобы уйти от централизации одним из первых таких эмитентов стала криптовалюта биткоин популярность этой монеты начала расти но сейчас все больше экспертов в полный голос начали высказывать свое мнение о том что все-таки на биткоин нашлись рычаги давления потому как все чаще стали появляться случаи о блокировке кошельков пользователей биткоина с занесением их в черный список то есть в биткоине нет уже стопроцентной децентрализации ну а так как в блокчейне эфириум многоранговая сеть то это вообще тотальный контроль на смарт-контрактах а не децентрализация большинство монет которые находятся на сервисе CoinMarketCap созданы на платформе этих двух монет а значит и над ними есть контроль криптомонета призм создана на платформе Next и имеет одноранговую сеть и поэтому она полностью децентрализована это и плюс монете и минус минус в том что монете с таким люксовым качеством очень сложно пробиться в топ 10 монет через те препятствия от тех кто не хочет делиться местом в прибыльной нише плюс монеты в том что очень много людей хотят пользоваться именно теми средствами которые никем не контролируются никем не блокируются и которые можно перевести в любую точку мира с минимальными комиссионными а ведь блокчейн призм создан именно как платежное средство для переводов где каждый пользователь является еще и имитентом этих монет то есть каждый кто владеет монетами призм тот владеет своим личным печатным станком и является банкиром в своем личном банке обладатели напечатанных своих собственных денег и имеющие права на их владение становятся управленцами своих денег это очень важная альтернатива которая является преимуществом перед другими криптоактивами в призм заложена концепция банковской системы и эта монета вполне может заменить свифт-переводы и другие электронные платежные системы которые принадлежат частным лицам с их огромными комиссиями и неспособностью защитить своих клиентов от рычагов давления со стороны каких-либо служб или органов самый крутой крипто кошелек обратите внимание это веб-версия в сафари на айфоне появилась кнопка сканирования QR-кода нажимаем сканируем напротив адреса этот глаз появляется в тот момент когда вы вошли в кошелек по приватному ключу то есть нажимая на этот открывается новая фишка называется призм гейс мы ее назвали нажимаем зеленую кнопку генерировать призм гейс QR-код она нам предлагает сделать создать пин-код мы его создаем еще раз его подтверждаем и у нас появляются полные реквизиты которые программа тут же предлагает нам распечатать то есть мы сохраняем документ pdf можно его сохранить в каком-то другом формате и вот этот документ будет содержать в себе всю информацию о вашем кошельке то есть здесь будет полный приватный ключ здесь будет QR-код то есть эту бумажку достаточно просто сохранить или распечатать самое главное ее никому никогда не показывать потому что любой человек который у вас ее там сфотографирует украдет или что-то еще он сможет получить ваш приватник потому что приватник в открытом виде зашифрован вот в этом QR-коде это нужно просто для того чтобы удобнее было пользоваться кошельком и каждый раз не нужно было вводить приватник при совершении транзакции QR-кодик который можно использовать в том числе и для входа в кошелек без использования приватника открываем iPhone включаем камеру наводим на этот QR-код теперь для того чтобы войти в кошелек по приватному включу совершить транзакцию достаточно просто отсканировать QR-код подтвердить пин-код который вы ввели вы внутри своего кошелька вошли по приватнику каждый кто пытается распечатать это не у себя дома на принтере подвержен опасности потерять доступ к своему приватнику потому что любой человек сканирует любой камерой этот QR-код естественно украдет ваши монеты поэтому это нужно только для тех у кого есть свой собственный личный домашний принтер никому не показывайте этот QR-код преимущество интеграции криптовалюты системы призм в бизнес проекты так как блокчейн призм разработан как платежная система то это самый простой способ для приема и отправки криптоплатежей и конечно же разработчики призм разработали и все коды и функции благодаря которым вы легко можете интегрировать призм в свои интернет-магазины обменники биржи компьютерные игры и многое многое другое в настоящее время система использует список новых транзакций и сохраняет их в локальной базе таким образом ведется история всех транзакций по кошельку и в дальнейшем будет искать их в вашей базе данных по основным параметрам ваш проект должен работать с кошельком призм поэтому всем клиентам выделяются одни и те же реквизиты для пополнения кошелька и один хэш идентификатор операции обязательно сообщаем клиенту что он должен осуществлять транзакцию строго по реквизитам с указанием хэш-индикатора в комментарии платежа таким образом следует еще один процесс который будет анализировать новые входящие счетчики и если в комментариях платежа есть хэш-индикатор клиента зачислять монеты на внутренний счет также для клиента можно сделать отдельную настройку я оплатил при выполнении которой будет производиться поиск и учет новых транзакций для этого пользователя в этом ролике я не буду подробно останавливаться на том как интегрировать призм так как это не в моей компетенции а кто действительно заинтересовался интеграцией призм в свой бизнес то советую перейти на инструкцию для интеграции в онлайн гайндлайн и на модуль призм апи сервлайт либо с офсайта либо вот по этим ссылкам эти ссылки будут под роликом в описании также для крупных бизнес-компаний вы можете изучить документ как создать свою сеть из своих пяти нот и законнектить их между собой ссылка также будет в описании сейчас я перешла на офсайт на страницу интеграция в левом верхнем углу нажимаем на глобус и выбираем ваш язык в содержании онлайн гандлайн каждая строка интерактивная нажимая на любую вы переходите к нужной вам функции поднимаемся наверх и нажимаем на ссылку которая ведет на апи документ в этом документе также все ссылки в содержании интерактивные их довольно много и каждая ведет на определенные функции с описанием нажимаем на любую из них и те кто в этом разбирается думаю сделает для себя определенные выводы если кто-то заинтересуется этими возможностями то обращайтесь в офф телеграм-канал криптоэксперту по криптомонете призм Владу Волконскому он поможет вам с внедрением кодов в ваши проекты надеюсь что скоро на ютюбе выйдут подробные обучающие технические ролики по применению этих функций на офф канале про движение призм навряд ли вам в какой криптовалюте предоставят такую помощь по внедрению их монеты в любой бизнес и это еще одно преимущество в криптомонете призм для бирж обменников и онлайн игр монета призм может стать бездонной кубышкой так как кроме комиссионных за обмен на их платформах будет постоянный дополнительный доход и от форжинга и от гибридного парамайнинга и от холд статуса вот например на кошельке биржи Рудакс более 38 миллионов монет структурный баланс более 8 миллионов и огромный веер из аккаунтов во многих странах разрешено майнить и обменивать криптовалюты на фиат и другие криптоактивы в России пытаются легализовать криптомайнинг и обмен криптовалюты но боятся потерять ценность российского рубля в Белоруссии президентам подписан указ номер 8 в котором обмен криптовалют и майнинг освобождены от налога и НДС до 2049 года но в Белоруссии нельзя напрямую покупать товары и оплачивать услуги за криптоактивы если этот ролик смотрят те кто владеет юридическими знаниями напишите пожалуйста в комментариях свои варианты как легально на основе просмотренного видеоконтента через балловую систему можно внедрить призм в сетевой маркетинг магазинов ведь сегодня практически в каждом земном или онлайн магазине в любом практический бизнесе есть система скидок на товары и услуги систему скидок обычно применяют на скоропортящиеся или не пользующиеся большим спросом товары а также для быстрого оборота иногда эту скидку делают поставщики чтобы снизить конкуренцию по аналогичному товару в крупных торговых сетях обычно создается балловая система в которых скидочные пластиковые карточки привязаны к личным онлайн кабинетам именно в этих онлайн кабинетах есть возможность привязать и адрес кошелька призм с публичным ключом маркетинг в этом случае каждый магазин создает индивидуально и постоянно его обновляет при необходимости балловая система через криптомонету призм может объединить разные сети магазинов и услуги и их поставщиков неважно в каком салоне или магазине вы получили скидку баллами переведенные в призм неважно через пи-ту-пи или с биржи вам пришли монеты на кошелек важно что за скидочные баллы можно получить монеты призм а за эти монеты можно купить баллы в любом другом магазине совершенно с другим ассортиментом товаров если от этой системы получать будут выгоду и магазины и поставщики и клиенты то она будет очень даже востребована а главное преимущество этой схемы что призм не будет угрожать ценности рублевой ценовой системе в любой стране эта балловая система будет работать исключительно для объединения всех видов деятельности в разных странах и поможет снизить затраты за оплату товаров при переводе средств в разные города и страны благодаря которой можно уйти от свифт-переводов вторая фаза развития призм жаль конечно что в интернете изначально призм раскручивали как средство для наживы и недостаточно освещали техническую часть блокчейна для чего ее разработали где можно применять блогеры в основном показывали в своих роликах в какой структуре выгоднее активировать кошелек чтобы быстрее и без особых усилий построить десятимиллионную структуру под кошельком чтобы увеличить скорость промайнинга в чатах в телеграм-каналах в основном обсуждали выгоду от баланса на кошельке выше 500 тысяч монет и делились своими супер-заработками что вызывало огромный положительный ажиотаж и по мере того как паратакс приближался к своему апогею система в блокчейне призм постепенно начала входить во вторую фазу развития теперь ситуация радикально изменилась сколачивать пулы из нескольких человек с балансом от 500 тысяч монет и больше на кошельке становилось все больше невыгодно да и небезопасно отдавать свои монеты в чужие кошельки на доверительное управление и на сегодня это действительно невыгодно от слова совсем после того как было добыто более 40% монет маркетинг изменился для того чтобы увеличить безопасность сети именно этот новый маркетинг создает необходимость для скачивания призм корр что повлекло за собой и разрушение пулов новым маркетингом убили трех зайцев повысили процент генерации монет для тех кто повышает безопасность сети и этим поспособствовали увеличению количества нот и третье оберегли жадных и доверчивых от доверительного управления чем сократили число жертв от мошенников поэтому теперь выгодно держать на кошельке от 100 тысяч до 110 тысяч монет в холд периоде на 450 дней за это время без труда можно выстроить миллионную структуру под первым своим кошельком даже только из своих монет поэтому и в паратаксе как оказалось нашлись и положительные моменты кто когда-то продавал свои монеты и потерял полученную от них прибыль в нашумевших хайпах возвращаются назад в свои кошельки с пониманием того что они прогадали преимущества маркетинга призм есть уже много роликов как выгоднее построить структуру чтобы иметь приличную прибыль криптомонете призм предлагаю один из вариантов который многие уже опробовали и положительно оценили и серьезно его продвигают первое создаете 13 кошельков второе закупаете на бирже или через своих знакомых по пи-ту-пи сделкам 110 тысяч монет и переводите их на первый кошелек третье с этого первого кошелька переводите например 100 монет или 1000 монет на второй кошелек и тем самым его активируете далее со второго кошелька отправляете 995 уже монет на третий кошелек затем с третьего 990 монет на четвертый и так до 13 кошелька на 13 кошельке должно быть столько монет чтобы вы могли с него активировать всем своим знакомым их кошельки и таким образом выстраивать под своим кошельком свою структуру активировать кошелек можно подарив на новый кошелек без единой транзакции от 0,01 монеты призм но если вы активируете кошельки своим знакомым то подарите им от одной монетки и более пусть они понаблюдают как у них приумножается количество майнинговых ферм на второй месяц покупаете еще 109 тысяч монет на второй кошелек на третий месяц покупаете монеты на третий кошелек и так в течение года заполняете 12 кошельков не забывая ставить каждый кошелек на форжинг чтобы он получил статус холда сразу же после его пополнения и за 12 месяцев под вашим кошельком уже будет около миллион 200 монет активируя новые кошельки под своим 13 кошельком неважно каким способом веером или паровозом за 450 дней очень даже можно получить 10 миллионную структуру если не удается строить структуру самостоятельно то тот же результат вы просто получите не через 450 дней а через 505 дней через 450 дней после активации первого кошелька выводите с первого кошелька пар и продаете его на бирже или обмениваете на фиат своим знакомым по курсу CoinMarketCap а тело 109 тысяч оставляете на второй круг на второй месяц то же самое делаете со вторым кошельком и так по кругу каждый месяц пожизненный пассивный доход в монетах я подготовил кошельки которые становились в холд ежемесячно первого числа у всех этих кошельков одномиллионная структура можно своими же монетами сделать себе такую структуру кошелек который находится на 525 дне самый первый который был поставлен в холд статус у него сейчас красная зона добавился новый столбец где пишется красная зона и сколько дней осталось до красной зоны добыча этого кошелька также идет подсчет сразу в валюте эту валюту вы можете сменить вот в этом поле и получается процент месячный который добудет этот кошелек кошелек который был поставлен 1 ноября холд статус сейчас 10 день и он за месяц добудет всего лишь 0.45% от своего активного баланса следующий кошелек 1 октября поставлен то есть у него 40 дней у него уже 0.58 добывается с каждым месяцем ежемесячный процент начинает увеличиваться в геометрической прогрессии вот например вот сейчас на 467 день когда вот месяц до красной зоны осталось он добывает почти 20% в месяц в этом поле подсчитывается также процент месячный который добывает все монеты ваши одновременно и сумма монет то есть мы видим то что ежемесячно добывается 110 тысяч монет то есть можно вот этот кошелек например который уже в красной зоне вот этот парамайнинг продать и можно сказать иметь доход в 345 долларов ежемесячно я в призм с 2017 года уже почти 6 лет и ни дня не пожалела что развиваю эту монету когда мне дали почитать технический документ белую книгу меня зацепил именно маркетинг и благодаря именно маркетингу я поняла что призм это то что я искала всю жизнь популяризация за счет активации кошелька для построения структуры а не за счет рефералки я увидела что даже в этом монета призм имеет не то что преимущество а стопроцентное превосходство и перед ммм и перед млм когда протакс начал серьезно снижать генерацию монет многие разочаровались в маленькой прибыли и начали продавать свои призм чтобы вложиться в более прибыльные хайп проекты которые за это время благополучно соскамились а призм живет и развивается потому что его создали как полезный инструмент для всенародного использования на долгую перспективу а не для хайпа надеюсь я это доказала в этом ролике под роликом в описании будет поминутное содержание на все затронутые темы так что если хотите с кем-то поделиться каким-то разделом с видео отправляйте ссылку на ролик с указанием времени для нужной темы если у кого-то возникли вопросы пишите под роликом а лучше заходите в офф телеграм канал на этом у меня все всем удачи подписывайтесь на мой канал не забудьте поставить лайк за такой длинный ролик с вами была Валентина Синема 2 субтитры субтитры субтитры